Авраам Тогда Бог благословляет Это потомство, ведь он мог просто ничего не делать Я, может быть, ересь какую-то думаю Но я сижу и не могу от этого отделаться Боже мой, ну что ж за обью Я на вас обижусь Про книгу бытия В прошлый раз, насколько помню Мы остановились На 15 главе Мы 15 главу уже смотрели Ну вот середина Мы не посмотрели про заключение Завета Бога с Авраамом С 9 по 21 стих Ну что, давайте тогда прочитаю С 9 по 21 стих Господь сказал ему Возьми мне трилетнюю телицу Трилетнюю козу Трилетнего овна Горлицу и молодого голубя Он взял всех их Рассек их пополам и положил Одну часть против другой Только птиц не рассек И налетели на трупы хищные птицы Но Авраам отгонял их При захождении солнца Крепкий сон напал на Авраама И вот напал на него ужас и мрак великий Сказал Господь Аврааму Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле Не своей и поработят их и будут угнетать их 400 лет Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении После сего они выйдут с большим имуществом А ты отойдешь к отцам твоим в мире И будешь погребен в старость доброй В четвертом роде возвратятся они сюда Ибо мира беззаконий Амареев Досель еще не наполнилась Когда зашло солнце, наступила тьма Вот дым, как бы из печи И пламя огня прошли между рассеченными животными В этот день заключил Господь завет с Авраамом Сказав Потомству твоему даю я землю сию От реки Египетской до великой реки, реки Ефрата Кинеев, Кенезеев, Кедванеев, Хитеев, Ферезеев, Рефаимов, Амареев, Хананеев, Гергесеев и Евусеев Особенно последние два стиха очень содержательные и информативные Молодыка, а вот что такое вообще завет, заключение завета Вот зачем надо Богу заключать завет с человеком Или человеку заключать завет с Богом А что вот Ну, я поясню на очень простом вопросе Вот, например, вот отец Стефан у нас есть, отец Дмитрий Вот вы заключали завет со своими детьми когда-нибудь? Конечно Заключал? Ну, конечно Дмитрий, ты тоже заключал завет с детьми? Каждый день заключаю Каждый день они его нарушают А ты никогда не нарушал И я тоже Так что Так, ну-ка, интересно Ненадёжный ему участвует Это просто подводка к тебе К тебе подводка Так, дети, давайте договоримся Вот То-то и то-то Мы, допустим, там Теперь делаем так Телефон вы не берёте Не делёте в руки Читаете книжки А я вам за это Дети, есть ли то-то и то-то То будет это Есть ли то-то и это Да, да, и так далее Ну, самые разные формы То есть завет как договор В котором Который я как условия Некоторые озвучиваю А человек, с которым я договариваюсь Со своей стороны соглашается И если соглашается, мы Считаемся в завете В договоре Договорились Да, это некоторые условия В которых дальше мы живём Существуем Так, и зачем вы это делаете? Потому Мы договором Обозначается Некоторое пространство Общее В котором мы Пространство жизни В которой мы живём Некоторые условия Этой жизни Общественный договор Красный свет Стоим, зелёные идём Это же договор Завет, завет Это то, что называется Как они Конвенции Да, вот То есть Вокруг нас море конвенций И мы в них В них живём То же самое Мы с детьми Что? С женами Вот с женой Заключаешь договор Не знаю С кем угодно Мы заключаем договор На работу Поступаем В двух экземплярах Прекрасно Владыка И вот в этом контексте Договор Авраама с Богом Он имеет какую-то Исключительную ценность Или это всего лишь Один из множества Договоров Между множеством Объектов поклонения Разных религий И таким же множеством Других народов Не сложно сказать Как Авраама Это всё воспринимала Потому что всё же Мы видим Постепенно Очень формируется Представление О Боге Авраама Как о Боге уникальном Едином Творце неба И земли И так далее Вот Возможно Что он воспринимал Именно как Некого такого Локального Своего родового Бога И очевидно И очевидно Что Авраама Этот завет Никак не удивляет Как будто бы Завет Заключённый Богом С Авраамом Это Ну с точки зрения Авраама Это что-то вот такое Вполне обыденное Как будто бы Как будто бы То есть у него Нет этого шока Какого-то Поэтому Я думаю Что Какой вопрос был Чем Чем этот завет Отличается От множества Других Я думаю Что с точки зрения Авраама Ничем не отличался Ну мне так кажется Хотя я ошибаюсь Конечно С точки зрения Человечества То есть когда мы Смотрим уже так Ретроспективно Да Там понятно Что мы Он сделал правильный выбор Мы понимаем К чему это всё дело Шло Для чего нужен был Завет И так далее То есть мы можем Много говорить уже Ну это зная Евангелие Такая евангельская Точка зрения Да Евреи наверняка Скажут как по-другому Ну в смысле Иудеи Не евреи Этнически А иудеи Скажут как по-другому Скажут что Это необходимо Для того чтобы Был сформирован народ То есть да Это вот народ Который до сих пор Себя основает Единой общностью Да Вот благодаря этому Завет собственно говоря И во многом Да Дорогие друзья Журнал ФОМА Вот в этой студии Вы видите Как снимаются Наши подкасты Вы знаете Что наших подкастов Становится больше Это и подкасты Моего канала Деревня Великановка И райсоветы С отцами И владыкой Которые Мы надеемся Вам нравятся И которых тоже Становится все больше Иногда говорят Что Главные люди Любого подкаста Это те Кого мы видим на экране Но это на самом деле Не так Вот сейчас там ходит Некий молодой человек Сергей Без которого Например этот подкаст Был бы невозможен Но на самом деле Речь даже не о тех Кто за Монитором Прячется Но в первую очередь Главные люди Любого подкаста Это вы Те ради кого Это делается Ради кого Мы встречаемся С интересными людьми Беседы Беседуем И для нас Интересны И для наших слушателей И вот для того Чтобы эти подкасты Продолжали свое существование Нам нужна поддержка Если вы хотите Чтобы наши подкасты Продолжали сниматься Продолжали публиковаться Чтобы мы не теряли темпа Если есть возможность Поддержите Пожалуйста Эти проекты И подкаст Деревня Великановка И подкаст Райсовет Который мы снимаем Журналом ФАМА По ссылке К этому приложению Или по QR-коду Который вы сейчас Увидите на экране Вы можете сделать Пожертвование Любую сумму И это для нас Будет не просто приятно Это обеспечит Наше существование В дальнейшем Я думаю Можно смело сказать Что наши подкасты Это самые главные подкасты Для верующих Подкасты Журналов ФАМА Мне хотелось Также напомнить Что наши подкасты Существуют Не только на Ютубе Не только на Рутубе Но в том числе И в Яндекс.Музыке Вы можете на них Подписаться И слушать Особенно Когда не особо Есть возможность Смотреть Например За рулем машины Сейчас замените Скоро, пожалуйста А вот Авраам Он выбирал? У него вообще Выбор был? Я имею в виду Не только заключать Завет с Богом Или не заключать Но и с кем Конкретно заключать завет Ведь когда мы слышим Аз Есим Господь Бог твой Да не будут тебе Бози и Нии Это уже само по себе Предполагает Очевидное наличие Других богов Вот так скажем Ну простите Это может быть Прозвучит Даже где-то На грани кощунства Своего рода Косматрины Вот смотри Есть разные боги Вот я Выдвигаю Вот конкретно Авраам Выбрал Этого бога Разве слова Эти Они звучат не позже Нет Ну они позже Но тем не менее Идея такая же Просто отец Павел Хотел идею Вообще Вот в точку Вопрос Потому что Прошлый раз Мы обсуждали Обсуждали это А в чем заключается Подвиг Авраама Да А в том Что просто Вот он такой Есть Потому что Слушай Ты же красиво сказал Я ничего не понял Я сейчас поясню Вот смотри Отец Павел Вот ты выбирал Поступать тебе В семинарию Или не поступать Вот лично я Подожди Так хорошо сидели Только начали нормальный разговор Ты сразу взял Все испортил Лично я не выбирал Ну как так может Потому что внутри возникло Я ткнулся в одно место Мне дали полбу Я ткнулся в другое место Прямо противоположное Мне дали пинка А после этого Образовался такой вакуум Вакуум В котором Появилась Очевидность В ней были такие слова Господи Куда нам идти Ты имеешь глаголы Жизни вечной Точки Я мог это все Выкинуть Я мог все это Проигнорировать Сказать что Слушайте Ну ладно Пусть эти попытки Идут другие Это вообще Не моя тема Совсем Но я же этого не сделал Вот как Был у меня выбор Или нет Точнее хочу За этими Красивыми словами Что скрывается То есть Ты в одно место Не поступил В другое Не поступил А потом просто Никуда тебя не брали И ты пошел В семинарию Нет Нет Это было так Что туда Куда я пытался Себя позиционировать Так скажем Эта среда Очень быстро Становилась Для меня Отвратительной Неприемлемой Понятно Это дело Не в том Что я где-то Поступил А не поступил Духовец Долго Уже держишься Прямо Мне говорили Глубинная Семинария Семинария Разрастись Важно Семинария Барения С одной С одной С другой Ты доверяешься И ты заключаешь Завет А завет До этого Кстати интересно Что Бог же Ведет Авраама Ну до этого Еще какое-то Количество времени Уже Это же мы Середину Почти Историю Читаем И Авраам Доверяет И все время Спрашивает Бога Бог ему что-то Говорит А здесь Они уже Подходят К договору А договор Если ты его Заключил Уже у тебя Есть обязательства С своей стороны Бог говорит Давай заключать Договор Вот тебе Вот животные Вот рассекай Их Да То есть Это такая Древняя форма Заключения Завета Когда рассекаются Животные Как бы в смысле Что кто нарушит Завет Вот То будет Так же Да Вот с этими Самыми Как с этими Животными И логика Какая-то такая Да И Авраам Вдруг понимает Что вот он Вступает Теперь уже Точно В Вот этот договор И это для него Очень страшно Потому что одно Дело Когда ты вроде Договариваешься Согласен А другое Дело Когда ты на пороге Да Ну вот как например С монашеством Ты там Собираешься 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 А потом Раз Где-нибудь Да Уже В храме Ползешь Или там Не знаю Перед рукоположением Или перед заключением Брака Когда Отец Стефан Там интересный момент Очень есть Вот это слово Сон Вот ты правильно сказал Что какие-то вещи Начинают у меня Проступать Вот это слово Напал Арам заснул Используется слово Тардема Это не просто сон Там в греческом языке Стоит по-моему Слово Экстасис И точно это же состояние Испытал Адам Когда Господь творит жену То есть там такая параллель Заключение завета С Авраамом Это заключение Бога Союза с Адамом Да То есть когда он творит Ему Спутника жизни И то же самое Слово используется При описании Состояния жен Мироносец Когда они бежали От гроба В гвардии от Марка Объявших трепет и ужас Там как раз Отлично Вот мне хотелось бы Твое мнение Услышать Какой-то Отклик На то Что отец Стефан Сказал Потому что Если быть Буквально Вчитываться Буквально Смотреть в текст То вот Ну не следует Того Что отец Стефан Говорит Тут Напал На него ужас И мрак великий Все Тут не говорится Ни про Терзание Подожди Это уже твоя интерпретация Дело в том Что действительно Там же экстасис Это не ужас В этом смысле Не в смысле испуга Какого-то Иступление Есть такое слово Хорошее Иступление Мы не знаем Это некое Экстатическое состояние Это не в смысле Что он Прямо вот Спит и все такое Нет конечно Сон На самом деле Очень похоже На то что На состояние Адама Ну прям Прям параллель Такая явная По-моему Ну он не метался Нужна мне жена Не нужна мне жена Согласен Так и Аврам не метался Аврам 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 Тема хорошая Ужас и мрак Это ничего не значит Это точно так же Крепкий сон И дальше ужас Это тоже состояние Которые Те же самые слова Используют Которые были При сотворении жены А можно еще добавить параллель Вот эти вот вообще Описания Характеристики Окружающего Среды Не знаю Ужас Мрак Они очень часто Используются Вообще при откровениях Бога пророкам Моисей например Он ходит Во мрак На горе Синай Потом пророки Когда видят Бога В коробоческих книгах Ужас Мрак напал Поэтому здесь скорее Не состояние Животного ужаса А ощущение Чего-то непознаваемого Переживание Близости Бога Близости Бога Можно ли сказать так Что ощущение мрака И ужаса Это совершенно нормальное Естественное Для ограниченного Человеческого сознания Переживание Близости Божественного Близости того Что ты не можешь Ухватить Ты не можешь Это Никаким образом Присвоить Ты не можешь Это вместить В себя И конечно Перед этим Тебя Расплющивает Это состояние Расплющенности Такой Да Наверное Со словочкой Те позволите Все же Когда мы говорим Мрак и ужас Мы понимаем Что эти русские слова Они не совсем то обозначают Что имеется в виду Библия Я посмотрел Три перевода Параллельных Современных Самых разных И везде стоит Мрак и ужас И в русском языке Достаточно слов Чтобы описать Религиозный экстаз Поэтому даже если Почему-то его не используют Даже в марке Он не используется Почему-то и дело Но просто Если одно и то же слово Возникает При описании Сна Адама И при описании Сна Авраама Это не значит Что это один и тот же сон Просто одно и то же слово Которое имеет Разный акцент Оттенки Это тоже верно Для меня все-таки Что важно Что одно дело Когда ты просто Договариваешься Другое дело Когда ты подписываешь договор И у тебя Здесь уже ты понимаешь Что обратной дороги Не будет И мне кажется Что для Авраама Это некоторое Вот такое рубежное состояние В котором он Ну если не сомневается То знаете как Вот переживает Когда вот В груди все Переживает От неизвестности От того Что он не понимает Что впереди Ну просто решительный шаг Некоторый такой Вот до этого еще Можно было сказать Нет А теперь уже Понимаешь Отец Стефан Ну вот Мы дальше будем говорить Про жертвоприношения Авраама Едва ли Можно было Такое Предложить человеку Который Внутренне Неустойчив был Мне не нравится Когда мы Наше эмоциональное Переживание нам знакомо И натягиваем На библейские персонажи Вообще На кого бы то ни было Потому что Я понимаю О чем ты говоришь По поводу Вот этого Подписания Если угодно Потому что я переживал Монашеский пост Всяких хератоний Все это было понятно Особенно Запомнилось В этом смысле Монашество Потому что В какой-то момент Хотелось конечно Извиниться Сказать Что ребята Я ошибся Тут адреса Можно выйти Где моя одежда Вот Ну и Я что-то там Затупил И не вышел В итоге Не прошел В там дверь Да-да-да Я не знал Отвлекли разговорами А потом уже Да-да-да Вот Ну Я спрашиваю Других людей Монахов Некоторые Далеко не все Такое переживали Некоторые с радостью Абсолютно То есть все Прямо они ждали этого И для них такой Восторг И экстаз Уже в таком Нашем русском смысле Вот И я поэтому Не рискую Натягивать на Авраама Там мои Скажем Монашеские переживания Или же там Какие-то еще Нет Я же не говорю Что это единственное Объяснение Я просто читаю текст И мне кажется Что... У тебя это мне кажется Соответствующая алюзия Ты имеешь на это право Ничего там страшного нет Давайте пойдем дальше Можно Вот Просто Я скажу Иначе я не успокоюсь Нет Мы хотим Чтоб ты успокоился Говори Я сейчас скажу Все разинтересованы Все молчим Слушаем Временем Вормим Все-таки Наступает какой-то Новый этап В жизни Авраама Да и новый этап Отношений Авраама И Бога Вот точно так же Как новый этап Отношений человека И человека Во время творения жены И во время Перед воскресением Да или перед тем Как Господь открылся Мироносицем И Вот это состояние Экстаза Да это скорее Состояние предвосхищения Да то есть Это Какое-то Особое Предвосхищение Как предвкушение Да Предвосхищение Как предвкушение Да это Ну мистическое состояние Возможно Да вот состояние Действительно Иступление И Последующий За ними Мрак и ужас Да или Сопровождающий Это состояние Мрак и ужас Говорит о том Что это напрямую Связано с Творцом Вот и мне кажется Здесь совершенно Не противоречит тому Что о чем говорит Отец Стефан То есть это целый Спектр чувств Да Который Жил в душе Авраама Ну просто для того Чтобы подчеркнуть Что эти чувства Они непосредственно Связаны С новым этапом В духовной жизни Авраама С его новыми отношениями С Богом Да вот используются Эти слова Вот и все И я бы не стал Просто эти слова Воспринимать Вот действительно В однозначности Своей какой-то Да Вот присваивать им Вот эти конкретные Значения Или переносить Да вот действительно Транслировать на них Наш психологический опыт Вот Или мистический Или мистический опыт Или любой опыт Это скорее такие метафоры Слушай Метафоры Какого-то особого состояния Вот сейчас Сейчас начнется Что-то новое Что-то вообще непонятное И я выйду Как бы на новый Духовный уровень Вот о чем идет речь Все Успокоился Да Все Хорошо Идем дальше Ну надо примирить Точки зрения Знаешь мне просто кажется Что так как писание Написано для нас Если мы имеем Возможность Интерпретировать Для людей Значит Мне просто кажется Что если мы можем Интерпретировать писание В каком-то полезном Для себя ключе То мы Если это нам полезно Духовно Можем И посмотреть Сравнить свои чувства Например Подумать Мог ли Авраам То же самое чувствовать Это Вот такое чтение Писания Но в общем Тоже не противоречит Тоже святоотеческое Я правильно ли услышал То что ты хочешь сказать Что это история С Авраамом И не только Вот С заключением Завета Но и со всем тем Непростыми Вот этими Извилинами Его жизненного пути Извилинами Жизненного пути Некрасиво Красиво По которому Пришлось Идти Что Все это Говорит О том Что не надо Смущаться Вот этими Колебаниями Неустойчивостью Что у человека Может быть Сомнение Согласись Я и так бы согласился Человека Не только сомнение Но его иногда Может быть Ну прям Вот он Ощущает себя В каком-то тупике Жизненном тупике И это вовсе Не является Отпадением От веры От того Что все Завет расторгнут И так далее Ну конечно Авраама Дальше мы будем читать Много всяких сложностей было Ну что Пойдем Пойдем по сложности Итак Первая сложность То есть здесь у нас Религиозная метафора Да Религиозная метафора Она всегда Димаса 10.5 Сейчас ты за метафору В комментариях Огребешь Вот Что мы имеем дальше Мы вместе Мы имеем историю Про Агарь Да Вот Давайте попробуем Посмотреть на эту историю С точки зрения Авраама Так Ему дано Обетование Сара Бесплодная Время Идет Все Стареют Естественные Процессы Репродукции Прекращаются И теперь Давайте попробуем Посмотреть Что же внутри Авраама Здесь происходит С 1 по 13 Но Сара Жена Авраамова Не рождала ему У нее была Служанка Египтянка Именем Агарь И сказала Сара Аврааму Вот Господь Заключил Чрево Мое Чтобы Мне не рождать Войди же К служанке Моей Может быть Я буду Иметь детей От нее Авраам Послушался Слов Сары И взяла Сара Жена Авраамова Служанку Свою Египтянку Агарь По истечении Десяти лет Пребывания Авраамова В земле Хананской И дала ее Аврааму Мужу Своему В жену Он вошел К Агаре И она Зачала Увидев же Что зачала Она стала Презирать Госпожу Свою И сказала Сара Аврааму В обиде Моей Ты виновен Я отдала Служанку Мою В недра Твое А она Увидев Что зачала Стала Презирать Меня Господь Пусть Будет Судьею Между Мною И между Тобою Авраам Сказал Саре Вот Служанка Твоя В твоих Руках Делай С ней Что тебе угодно И Сара Стала Источника Воды В пустыне У источника На дороге К Суру К Суру Или К Суру К Суру И сказал ей Агарь Служанка Сарина Откуда ты пришла И куда идешь Она сказала Я бегу От лица Сары Госпожи Моей Ангел Господень Сказал ей Возвратись К госпоже Своей И покорись Ей И сказал ей Ангел Господень Умножая Умножу Потомство Твое Так что нельзя Будет исчесть Его от множества И еще Вот ты беременна И родишь сына И наречешь ему Имя Измаил Ибо услышал Господь Страдание Твое Он будет Между людьми Как дикий осел Руки его На всех И руки Всех На него Жить будет Он пред лицом Всех братьев Своих И нарекла Агарь Господа Который говорил К ней Сим именем Ты Бог Видящий Меня Аминь Ибо Сказала она Точно я Видела здесь Вслед Видящего Меня Слушайте Ну вот Обычный простой человек Неангажированный Религиозной тематикой Он еще это Просчитается Скажет Слушайте Ребят Как-то договоритесь У вас То один договор То какой-то Сразу Ну во-первых Вот вы сказали Вот что там С Авраамом Заметьте Что это Сара забеспокоилась Авраам Спокойно Жил Да Она говорит По крайней мере По тексту Не видно Чтобы Авраама Как-то эта ситуация Сильно беспокоила Ну да Живет и живет Сара говорит Я бесплодно Бог заключил Мое чрево Ну а почему же тогда Он же мог не послушаться Сару Он же мог сказать Слушай Ты что У нас завет с Богом Там никакая Агарь вообще Как бы не предполагалась Бог не сказал Ничего Ни про какую жену Нет такой библейской традиции Не слушаться жен Да Кстати Более того Там дальше будет история Там дальше будет история Где Бог прямо скажет Аврааму Слушайся жену твою Сару Послушайся ее Здесь он сам А дальше Когда он однажды Не захочет слушаться Бог скажет Послушайся жену Свою Сару Я бы посмотрел На эту историю В контексте Всего Всей предыдущей истории То есть Мы все-таки Как-то договорились О том Что вера Авраам Она не статична Она развивается постоянно Да И вот всегда Когда я читаю этот эпизод Мне кажется Что здесь определенный виток Ведь посмотрите Он выходит На каком-то энтузиазме Делает шаг в никуда Когда выходит Из ура Халдейского Да Приходит в Ханан Затем Что в Ханане происходит Вот эти чувства схлынули Настали будни Голод Он принимает Самостоятельное решение И Помните Что неприятная ситуация В Египте возникает Он понимает Да Что зря он так Погорячился Как бы все-таки Нужно с Богом Разговаривать То есть Богу нужно доверять Господь его как бы учит Следующий эпизод С Лотом Авраам там уже Осторожничает Он никаких Инициатив не проявляет Он Лоту говорит Сам выбирай Да Здесь он урок Железно усвоил И потом Он только плюсы Да От этого получает И какой-то Новый виток То есть Ситуация усложняется Господь дает Новый урок А как ты здесь Себя поведешь Авраам И к нему приступает Уже более близкий человек Сара Да Сара говорит Очень разумные вещи Вот Ну действительно Ну значит с точки зрения Дикие совершенно Нет ребенка Как бы И все С точки зрения Закона чисто Как бы И он тоже будет Считаться твоим Наследником Авраам доверяет жене И в результате Получается опять же Недоразумение Как бы Да То есть Он перестает Доверять Богу Потому что С точки зрения Бога Как бы Ну видимо Предполагается то Что это должен быть Именно его ребенок Его ребенок И Сарин ребенок Вот Но у него появляются Сомнения Причем сомнения Через самого близкого человека Он говорит Да и так можно Прямо как у Адама с Евой Да Совершенно верно То есть И так можно Как бы И Авраам Говорит Ну да Действительно А почему бы не так Почему бы Проявлю инициативу Вот То есть Возьму как бы Там Выказан Ситуацию Под свой контроль Да Ну я же должен что-то сделать Со своей стороны И Собственно Вот та ситуация Нехорошая Которая потом складывается в семье Это как раз таки Результат Вот такой Инициативы Авраама Которая Видимо шла в разрез С доверием Богу Ну подожди Если она шла в разрез С доверием Богу Как тогда понимать Все то Что было сказано О Гарри Ангелам Так что же пророчество Это тоже благословение Да Ну потому что Измаил тоже благословлен Господь работает уже С тем материалом Который есть в результате Да То есть Он не говорит Авраам Что все те люди Которые от тебя произойдут Даже если ты мне не доверял Будут прокляты Они прокляты Я их перечеркиваю Нет Ну так получилось Как бы Работаем с тем Что есть Валерий Каблак А то ты интересно Как скажешь Ты тоже расскажешь Такая уже у тебя точка зрения Я честно говоря Какое-то время назад Перестал понимать О чем вы рассуждаете Мы говорим Особенно ты Дмитрий меня запутал Что-то Сара Позволяет Аврааму Родить ребенка От служанки От своей служанки Израиль это сделает Это любой израильтянин скажет Вот смотри Но почему тогда Бог благословляет это потомство Ведь он мог просто ничего не делать Не обязательно же так сразу же Благословляет Проклинать Он мог просто Ну родила и родила Как-нибудь будут жить Зачем это благословение Измаильтян Это же целый огромный народ Я понимаю Что у нас есть традиция Святоотеческая Всему давать объяснение Вот абсолютно всему Действиям людей Бога Ну я как-то смущаюсь Каждый раз Когда читаю И вот кто-то Так прям Ну нет Я безусловно Безусловно верю церковь Верю тому Что Бог может давать человеку Такую благодать Да Как-то вот Комментировать Его собственные действия Но все равно Немножко смущение остается Почему Да зачем Почему Бог Благословил А кого-то не благословил И так далее Меня этот вопрос Возвращает к другому Простому вопросу совершенно Почему Я есть тот Кто я есть То есть Или мы Как-то мы жили же Какими-то парнишками Ну были мы Простыми людьми Мальчонками Мальчонками Да Потом как-то бах-бах-бах Вот Кто-то епископ Бог формирует из тебя Нечто Это нечто Сажает в телевизор Перед камерами И считает Что ты Комментик Комментик Да И что ты Можешь что-то умное сказать Да И даже кто-то слушает Ну я к чему говорю Может быть действительно Мы что-то умное и говорим Ну вы в основном Но я сейчас про что Про то что Объяснить Избрание Ну потому что Благословение Оно собственно В этом смысле Можно даже Синонимично Кого-то богом Это невозможно Абсолютно Нельзя Объяснить Почему там Вот у отца Павла Такой замечательный дар Речи Вот он пишет Такие тексты Интересные Ну сейчас Хорошо Ну объективно Объективно Ну что Человеку дает Господь Вот так как-то Замечательно Говорить А кому-то не дает Вот Почему так Потому что Ну много же священников У нас Далеко не у всех Есть дар Там такой проповеди Да Далеко не у всех Есть дар Вот такой Способности Фундаментально Так работать Разбирать Ну так вот Быть таким Человеком Очень Трудолюбивым Тебя прожили В категории Фундаменталистов Нет Трудолюбивым И Абсолютно Ответственным Я к чему говорю Ну это же тоже Какое-то благословение Вот я смотрю И думаю На отца Стефана А почему Я так не могу Вот так прям Вот быть таким старательным Почему я раздолбаю Подожди Ну притормози Почему я благословил А где нет Вот смотри Да Ты не можешь ответить На вопрос Почему Бог благословил Потому что Ну мы вообще За Бога действительно Много чего не можем Ни сказать Ни решить Расскажи мне про другое Вот хороший поступок Авраама Когда он значит Согласился Заберемел Агарь заберемел Не Ладно он согласился Это было может быть В обычаи Что ребенок Будет считаться Сариным Родит она его На колени Там Сара И он будет считаться Сариным Я это понять не могу Я про другое Я понимаю Чем ты Когда Авраам говорит Слушай Ты считай рабыни Решальство Можешь выгнать Выгоняй Для меня это очень Странная история Я не понимаю его А теперь Дмитрий Я знаете Вот вы говорили И мне понравилось Странно вообще То что Владыка сейчас Говорит Странно То что тебе понравилось То что он говорил Я с ним согласен Я просто хотел Ты тоже выскочил На Новый Это квантовый скачок Мне кажется У нас у меня вообще Какая-то передача такая Я хотел бы Вот о том же Но с другой стороны Ведь понимаете Мы очень часто думаем Что у Бога есть Какой-то план Обо всем И все мы Как бы отрабатываем Просто свой сценарий То есть мы По какому-то сценарию Движемся И если мы Отбиваемся Вот с курса То все Как бы Этот человек Вычеркивается Из списка живых Я бы Мне вообще Нравится смотреть На это немножко С другой стороны Что Тварный мир Это наша территория Недостатки Готов 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 Обращать К себе На службу То есть Бытие Это пространство Непрекращающегося И не Предопределенного Диалога Диалога Совершенно верно Да Слушайте У меня есть Такая история Классная Как бы Мне только Сегодня Рассказал Один человек Вот я не знаю Будут это вырезать Или нет Короче Он алкоголик Он алкоголик Он рассказывал Как он употреблял А в контексте Чего он это рассказывал В контексте Того Как Господь Заботился о нем Даже в употреблении Причем В общем Они пошли Куда-то в поход Они куда-то пошли В поход Ну и хорошо Там поддали Накануне Проснулся он В 4 часа утра С жуткого похмелья Это у него Колотун-бадун Вот И встает Товарищ Второй алкоголик Как бы Да Они вместе Вот такие Ну умирают Все умирают люди Как бы А все выпили накануне Там что было Все Что горит Как поешь Все что не горит И вот эта трясучка страшная И второй человек Которому было Немножко полегче Он говорит Ну ладно Пойдем там удочки проверим И значит У них стоят удочки Вытягивают они Первую удочку Там какой-то карасек Вот кто-то за ночь попался Там на крючешке болтается Вторую удочку вытягивают Веревка какая-то Начал говорить Тянуть на веревку Ну фал Ну метров 15-20 Вытягивает как бы А на конце этого фала Авоська И там пиво Как бы Понимаете Вот как Как это объяснить Да И он говорит Я начал Бога благодарить Там прыгать Ну так верующий человек был Говорит Я вот сто процентов Уверен Что мне это Господь послал Потому что иначе Я бы умер Как бы Ну вот благословил Бог Таким образом Вот этого человека Про Аврама Понимаете Вот Мне кажется Это конечно Ну на Аврама Это все переносить Мы не будем механически Мы не будем механически переносить Да Но метафорически Но метафорически Да Здесь явно Может быть какие-то параллели Потому что Господь заботится О каждом из нас Несмотря на то Что мы сделаем Мы сделали Какой мы в данный момент Кем мы в данный момент являемся Насколько хорошие или плохие Наша задача портить В смысле о том Что все-таки мы хотим ему послужить Совершать ошибки Нет А Господь подхватит И направит наши Наша задача Даже если мы косячим Не забывать про то Что у нас есть тот Кто и эти косяки Может обратить Обратить во благо Но господа Вот о чем идет речь Вот ощущение такое Чем это подтверждается Есть подтверждение Арабо-израильский конфликт Который никогда не прекращается Вот ощущение полное Абсолютно Корни оттуда Оттуда Откуда же еще Откуда же еще И вот это Это наказание некоторое Которое несут на себе Все потомки Неизбывное Да Которое несут все потомки Конечно Когда мы говорим О Вот О святости Авраама Его избранности Но это вовсе не означает Что у него отсутствуют Личные грехи И какие-то вот такие штуки Как в любом То есть Вот это мне кажется Прям хочется зафиксировать Этот момент Что Авраам Вовсе Не соответствует Концепции Человеческой Правильности Он Не стерильный человек То есть Праведность Это неправильность Праведность Это неправильность А иногда даже Праведность Это как раз Неправильность И святость Это не безгрешность Это вот наверное Как раз Та самая актуализация Про которую Надо не забывать Потому что Иногда бывают Такие праведники От которых тошно Слушайте Вот интересно Действительно Бог попустил Ему действовать свободно От него родился сын Арабы Евреи Вот этот конфликт Но Бог все равно терпит Промышляет И ведет два народа То есть Он Он соглашается Он соглашается с нашим выбором Хотя ему Ничего Не стоило бы его остановить Понимаешь Вот это тоже на самом деле То есть Мы вводим Определенные Совершенно новые Ненужные Может быть даже Богу Вводные Которые он просто принимает И дальше их С ними уже работают Но тут еще какой момент Интересный Что когда у Авраама Родится Такий Исаак И Измаил Будет уже подростком Бог сам Благословит Авраама Чтобы Авраам Отправил Измаила С Агарию В другое место Потому что Наследник должен быть Один Но Когда ты проявил Слабость И выгнал Под нажимом Жены Беременную Служанку Это одна история Когда у тебя Родился наследник И с тем Все будет хорошо Он подрос Он там Выживет И прочее И Бог тебя На это благословляет Это другая история То есть Похожие Сюжеты Но совершенно Мне еще Хотелось Тут отметить Что Не только То что он Выгнал Тут очень важный Момент Нарушения Если угодно Супружеской верности Верности Понятно что Она не рассматривалась Как полноценный человек Но Мы же видим Что все те праотцы Которые Подобным образом Согрешали Хотя это было В обычае Они имели Немало Головные боли Из-за своих детей И что Иаков постоянно Страдает То у него Одно нет Чебучи То другое То любимого Сына отдадут В рабстве В общем Как-то они Шкодят постоянно У Исаака Который был Верен жене До конца Да Там были эпизоды Но он умирает Когда сыновья Примирились У него хорошо То есть Все это Совершенно замечательно То есть Это какие-то такие Братские Небольшие Терки Они потом Относительно небольшие Они потом были Урегулированы И у него Не было тех страданий Которые Из-за детей И вообще Такого рода И потому что Ну участвовать Мы слышим Что ну хорошо Вы тут топите За целомудрие Абсолютную неосторожимость брака Его единственность Уникальность И так далее Посмотрите Вот Ветхий Завет Вот там такое происходит Ну пожалуйста Конечно Можешь Можешь И церковь даже не зайдет Благословит Венчание Очередное И так далее Но ты имею в виду Что потом у тебя ждут Подобного рода Приключения Хочешь ли такие приключения Или не очень Кстати интересно То что все-таки Христос происходит Из рода Иуды Где вот этих приключений Было очень много Но не из рода Благочестивого Иосифа Ну это дальше Мы наверное Будем говорить Об этом Что две истории Развиваются параллельно Очень много Говорится об Иосифе О том какой он Хороший и замечательный О том какой он Всепрощающий Очень мало Говорится об Иуде Там потом Вот эта история С Фомарию Да Вот Такая очень Нехорошая И тем не менее Христос происходит Из рода Иуды Ну это другая тема Такой некий Перевертыш Да О ней мы говорили В Рождество То есть Бог Этим не гнушается Ну да Он даже это Для Бога Где он ложится Грех там Призабилует благодать Закон именно такой Ну что Идем дальше Итак 17 глава Аврам Был 99 лет И Господь явился Авраму и сказал Я Бог всемогущий Ходи предо мною И будь непорочен И поставлю завет мой Между мною и тобою И весьма Весьма Размножу тебя И пал Аврам На лице свое Бог продолжал Говорить с ним И сказал Я Вот завет мой с тобой Ты будешь Отцом множества народов И не будешь Ты больше называться Аврамом Но будет тебе Имя Аврам Ибо я сделаю тебя Отцом множества народов И весьма Весьма Расположу тебя И произведу От тебя народы И цари Произойдут от тебя И поставлю завет мой Между мною и тобою И между потомками Твоими После тебя В рода их Завет вечный В том Что я буду Богом твоим И потомком Твоих После тебя И дам тебе Потомкам твоим После тебя Землю По которой ты Странствуешь Всю землю Хананскую В роды В роды ваши Всякий Младенец Мужеского пола Рожденный В доме Купленный За серебро У какого-нибудь Иноплеменника Который Не от твоего Семени Конечно Все это Выглядит Ну Странно А что Именно Странно Во-первых Обрезание Обрезание Это же Не есть Какое-то Исключительно Иудейский Или будем Говорить Конкретно Исключительный Формат Заключения Завета Между Богом Богами И человек И в Египте В то время Насколько я понимаю Там вокруг У многих народов Это было Других народов В Ближнем Восток Это такая Гигиеническая история Весь Весток Но тут непонятно Действительно Гигиеническая история Либо это все-таки Вот почему Именно так Почему Именно Через Это Ну Мы же не встречаем У каких-нибудь Славян Скифов И других Норманов Ничего подобного Нигде Мы встречаем Только там Где жарко Ну Ладно Понятно Что это уже Не имеет отношения К тексту Сущего написания Но Просто вид Такой Вот да Заключение Завета Договор Да Вот был То есть берется Часть тела Часть тела Незначительная Сейчас Дмитрий Мне почему-то Вот сразу Какие-то параллели Возникают С двумя Случаями Помните Текст такой Когда Господь Проклинает змея И говорит Ты будешь ныне Ползать на брюхе Есть прах Во все дни Из этого Некоторые говорят Змей раньше До этого был Прямоходящим Да И второй момент Когда Господь Устанавливает радугу Это будет знаменем вам И некоторые говорят Раньше радуги не было Было Там что-то по-другому Как-то была Атмосфера устроена Но есть альтернативный подход Который говорит Что и змея ползала на брюхе И радуга была Просто Господь берет То, к чему человек привык И наделяет его Каким-то новым смыслом Да То есть он приспосабливает Человеческое Для каких-то Своих целей Мне кажется Что здесь то же самое Примерно произошло То есть был какой-то Обряд Возможно Обряд Когда человек становился Взрослым мальчиком Возможно Инициация Полома созревания Да Возможно И это отчасти Были гигиенические цели И Господь говорит Отныне у вас Это будет как бы Знаменем Завета Вы к этому привыкли Как бы Ну давай теперь Вы будете это сделать С памятью Обо мне То есть Господь Он постепенно Постепенно Завет Завет Заключение Завета Оно как бы растянуто Во времени И мы же здесь тоже видим Что новый этап Только что вроде бы Завет заключали И опять Завет И опять Завет И здесь уже потихонечку Имена меняются И Авраам Становится Авраамом Сара становится Сарой Но кстати Новое имя Всегда новый статус Новое имя Новый статус Да И дальше мы увидим Как Господь продолжит Завет с Авраамом заключать То есть Как бы жизнь Авраама Она постепенно Все больше и больше Наполняется Богом Да И Господь как бы Усваивает ее себе То есть Можно ли сказать Что вот это понятие Перехода Из одного статуса В другой Да Что связано Как с инициацией В многих По сей день Архетических племенах Да Половое созревание Обрезание Ты полноценный член общины Ты уже мужчина Ты уже не мальчик Да И вот этот Условно говоря Некий Устойчивый Архетип Сознания Используется Богом Для того Чтобы придать ему Совершенно другое значение Да Да Я знаете Я очень согласился С Сон Дмитрием В том смысле Что вот мы Как символические существа Мы способны Наделять Какие-то Обычные вещи Значением Которые первоначально У этой вещи Могло даже и не быть Для того Чтобы дальше Как-то на эти образы Символы Значения Опираться И вот Я сейчас Мне сейчас мысль в голову пришла Может быть Как там У нас два библиста сидят Вы сейчас скажете А это теория Там такого-то Такого-то В общем Но я ничего про это не читал Вот просто я сейчас подумал И как-то на ваш суд Такой выношу Вот Бог с Авраамом Заключает завет И говорит про Большое Великое потомство Что у тебя будет Много-много Детей И ты там Расплодишься И прочее И прочее А потом Он же не говорит ему Отрежь мочку уха Отрежь там Не знаю Одну фалангу Мизинца на ноге Или еще чего-то Он берет Детородный орган От которого Ты должен отрезать Счасть В жертву Богу В завет Богу И смысл какой Чтобы ты понимал Что вот это потомство Это не твоя Суперплодовитость Не от того Что ты такой Крутой мужик Самец Там какой-то А тебя Бог благословил И ты это потомство В этом обрезании Ты ему как бы Возвращаешь Как Ну некоторую жертву Возможную от себя Что господи Ты твои Дети твои В том смысле Что ты мне дал Все возможности Чтобы они у меня были Без тебя бы их не было Поэтому вот именно То есть Может быть обрезание Было там Сплошь и рядом Вокруг этих самых Народов всех Да Более того Апостол Варнава В девятой Главе своего послания Ну хоть не канонический текст Но мы его как авторитетный Источник тоже читаем Да Древней церковной литературы Вот он прям подчеркивает Что потом евреи Обрезание извратили Там каких-то злобных Духов понаслушались Вообще не к тому пониманию Обрезание пришли И так далее И вообще ничего хорошего В обрезании нет И бросайте это дело Он же как христианин Рассуждает Бросайте это дело Главное обрезание сердца Там же какая история Пророки потом Все время говорят Что ваше телесное обрезание Это все мура Главное Обрезание сердца То есть тоже Идея обрезания Она проходит Своё развитие В Ветхом Завете Но мне кажется И свою деградацию Да Но мне кажется На уровне Авраама Вот конкретно В контексте Завета с Богом Роль именно Обрезание Именно в этом Что вот тебе Говорят про великое потомство Помнишь Это потомство Оно от Бога Причем Отец Стефан Может быть И скорее всего Так и было Обрезание Обрезание В соседних племенах Оно воспринималось Именно так Просто потомство Посвящалось не Яхве А потомство Посвящалось другим богам И здесь Господь Просто конкретизирует Конкретно Каким целям Будет служить Твоё потомство Опять же Твоё потомство Того что Господь адаптирует Мой народ Да Мой народ именно Ты как обрезывался Ты так и будешь обрезываться Как ты посвящал Своих детей Ну там Высшим целям Так и будешь посвящать Только Это высшая цель Это я И здесь актуализация Вот Мне кажется Она была выуместна Что Нам часто кажется Что Посвятить Богу свою жизнь Это Ну изобрести Что-то невероятное Это начать действовать Как-то Так как я раньше Вообще никогда не действовал Сверхусилия Да Это какие-то сверхусилия Это стать Кем-то таким Вот кем я раньше Никогда не был Просто на пустом месте Стать например И ревитировать Стать просто вообще Вообще Там самодвижная молитва Постоянная То есть А Господь говорит Нет Ты можешь оставаться В том В чем ты призван Просто Что у тебя есть Уже Да Делай все То, что ты делал В смысле обо мне Вот и все Ну да Во славу И я как бы Восприняю тебя Таким, какой ты есть Особенно принять Да В этом смысле Он оказывается Целеполагание Не привередлив Получается Конечно Рожай детей Но теперь Как моих детей Как детей В моем завете находящих Делай то же самое Оставайся тем Кто ты есть И все будет моим Это же повторяет Рефреном идет Апостол Павла Что не от плоти и крови А от Бога родились Да Вот это просто То есть смысл обрезания Именно Обрезание То есть теперь обрезание сердца Да 18 глава Явление Трех мужей у Авраама И явился ему Господь У Дубравы Мамре Когда он сидел При входе в шатер Во время зноя дневного Он возвел очи свои И взглянул И вот три мужа Стоят против него Увидев Он побежал Навстречу им От входа в шатер И поклонился До земли И сказал Владыка Если я обрел благоволение Пред очами твоими Не пройди Мимо раба твоего И принесут Немного воды И омоют ноги ваши И отдохните Под всем деревом А я принесу хлеба И вы подкрепите Сердца ваши Потом поедите Так как вы идете Мимо раба вашего Они сказали Сделай так Как говоришь И поспешил Авраам В шатер к саре И сказал Поскорее Замеси Три саты Лучшей муки И сделай пресный хлеб Побежал Авраам К стаду И взял теленка Нежного и хорошего И дал отроку И тот поспешил Приготовить его И взял масло И молока И теленка Приготовленного И поставил Перед ними А сам стоял Подли них Под деревом И они ели И сказали ему Где Сара Жена твоя Он отвечал Здесь в шатере И сказал Один из них Я опять буду У тебя В это же время И будет Сын У Сары Жены Твоей А Сара Слушала У входа В шатер Сзади Его Авраам Жи и Сара Были стары И в летах Преклонных И обыкновенное У женщин У Сары Прекратилось Сара Внутренно Рассмеялась Сказав Мне ли Когда я Состарилась Иметь Сие Вытешение И господин Мой Стар И сказал Господь Авраам Отчего Это рассмеялась Сара Сказав Неужели Действительно Могу Родить Когда я Состарилась Есть ли Что Трудное Для Господа В назначенный Срок Буду я У тебя В следующем Году И у Сары Будет Сын Сара Жи Не призналась А сказала Я не Смеялась Ибо Она Испугалась Но он Сказал Нет Ты Рассмеялась И встали Те мужи И оттуда Отправились К Содому Авраам Пошел С ними Проводить Их Думаю Один из Очень таких Ярких Библейских Сюжетов Икона Троицы Так Вопрос Наверное Вот какой Что это были Запутники Да Какие Есть Мысли Экзегеза У отцов Я читал Что Традиции Разделились И например Каппадокийцы И большинство Восточных Отцов Полагали Что это Явление Логоса Слова Божьего И Двух Ангелов Потому что Отца Никто не Видел Бога Никто Никогда Не Видел Сын Явил И вот Традиция Кстати мы читали Про Агарь Она там Тоже То ангел Ей сказал Ты бог Видящий Меня Она его Называет Потом еще раз Он ей будет Являться Опять Она его То ангелом Понятие ангел Яхве В Ветхом Завете И вот Он же приходит К Аврааму Но Августины Вроси Медиаланские Считали Что То есть Понимали это Как прообраз Троицы И триодологически Понимали это явление Поэтому здесь Иконографически Все-таки Изображается В центре Ангел В одеждах Да На древних иконах Изображался ангел С крещатым нимбом В одеждах Христа Предполагалось тоже Что это Сын И два ангела Потом Андрей Рублев Изымает Из этого изображения Авраама и Сару И как бы Изымает его Из времени Тем самым Это изображение Изображая уже Предвечный совет На котором Там Да Вот Голова Этого самого Теленка В чаши И сам Центральный ангел Как в чаше Как будто бы Что тебе откликается В этой истории Явление Трех путников При дубе Мамрийском Гостеприимство Авраама А поподробнее Ну Мы же Понимаете Тут такое Гостеприимство Вот это Ветхозаветное Авраамово Гостеприимство Даже такое Словосочетание Но это на самом деле Предосхищает собой Может быть Слова Христа О том Что голоден был Там накормили Пить хотел Напоили И так далее Вот мы Видим Из слов Христа Вообще Опять же Когда у нас Такое евангельское Есть Евангельское знание Мы смотрим Понимаем Что это Проявление любви И вот оно Такой безусловной Любви Ведь Авраам В какой степени Понимал Он конечно Не читал Амбросия Медиаландского Ну да Никакого троица Не видел Изъятия из времени Себя тоже Не наблюдал Не наблюдал Это все дело Вот Он просто Он видел Путников И он Значит Для нее это было естественно Естественно Лучшее 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 Да И опять же Да Вот именно Лучшее Когда мы Так поступаем А почему Почему у нас Эта традиция Ну куда-то Как-то Вымылась Что-ли Да вот Приезжаешь Ну сегодня Даже сегодня Приезжаешь Куда-нибудь На восток Даже к нам На Кавказ Ну гость Это особый Особый статус Тебе относятся По-другому Приезжаешь в Переславль Например Да Да не говори Вообще Монастырь Короче Здравствуйте Попробуй Здравствуйте Ну давайте Ладно Это же конечно Шутки Ну а правда С чем это связано С чем это связано Вот русская деревня Отец Стефан Русская деревня Она была Очень гостеприимной Ну нельзя сказать Знаете Я всегда против И какого-то Вот такого Прям Обобщения Краской И наоборот Такого восхваления Невероятного Тоже русский мужик Был и хитер Там да И как-то так Своего не упускал Но в то же время Было просто преступлением Не принять гостя И вот было такое явление Даже кусочничество Называлось Когда в деревнях Заканчивался хлеб Были районы Там какие-то Бедные да Достаточно И люди Кто мог Уходили в кусочничество Они брали мешки с собой И шли В соседние села И может быть дальше даже И закон был Если ты заходил в дом И просил кусок хлеба Люди не могли не подать Они отрезали Ломоть И давали тебе кусок Просто по-другому Нельзя было Хозяйка старшая Женщина в доме Обязана тебе была Его дать И конечно Вот это ощущение Что гость Пусть там Не самое лучшее Ты ему отдашь Но ты обязан Человека поддержать Оно существовало всегда И ты шел Мог идти куда угодно На богомолье Или там еще чем-то Ты занимался По нужде Ну какой-то Вынужденности шел Или ты не знаю Просто путешествовал Тебя всегда И встретить могли И накормить И спать уложить Сейчас конечно Действительно Это вот все ушло Подождите Ну давайте мы Не будем сейчас Говорить о Я поясню Как я думаю Почему так Говорить за всю Россию Нельзя Я сейчас даже Я сейчас даже Не имею ввиду Какие-нибудь Кавказские республики Дело в том Что Если мы Я там не был Но люди Которые там живут Описание Жизни Где-нибудь В Якутии В зоне Вечной Межзлоты Или особенно зимой Если Едешь по трассе И человек стоит Ты не можешь Не остановиться Нельзя это Да совершенно верно Нельзя не помочь Человеку Который там В какой-то ситуации Тяжелый Потому что Если ты То никто А это означает Ты будешь поменен В его смерти Да Что и ты тоже Ну то есть Не будет этого То ты сам Рискуешь умереть Общность создается Условиями Я про что говорю Что да Вот тогда Была такая ситуация Человек Если он не поможет Ну никто другой не поможет Надо было помогать Сегодня мы живем Особенно в мегаполисах Или там В крупных городах Где-то в центре России Где цивилизация Совсем в другой ситуации У нас есть Государство Которое С его социальной программой Все же У нас от голода Умереть Невозможно Ну тебя так или иначе Ну не умирать Накормят Не умирать Не то от голода у нас И от холода тоже Ну если надо прям постараться Умереть от холода Это прям надо Это надо постараться Это надо вот Ну как бы Взять себя в руки И постараться Я согласен Есть опции Это вообще не про деньги Будет удобнее Встретиться где-нибудь Да это будет немножко История про деньги Но не такие деньги Которые нас бы там Они как-то подавят Или что-то еще Есть вот этот вопрос Удобства Которого мы привыкаем Естественно Что она Вот эта привычка Она распространяется На все сферы жизни В дальнейшем Мы понимаем Что ты хочешь Вот что я сейчас Слышу в твоих словах Традиция Гостеприимства Ушла Ну и ничего страшного Я Знаешь Это одна из традиций Важно чтобы Вместе с традицией Не ушла любовь Как таковая Которая может появляться Не только Да И жертвенные отношения К человеку Потому что Ну что толку сегодня Кого-то там кормить Если он и так сытый приходит В принципе по умолчанию Понимаешь Ну мы же Нет я понимаю О чем ты говоришь Я просто хочу уточнить Я хочу уточнить Да-да-да Шикарная там Не знаю Красная рыба Это ведь не то Что прямо в дефиците Да В большом Ну да Понятно что Дороговато Но тем не менее Вот Я вот хотел сказать То же самое Что отец Павел Сейчас озвучил Есть другие способы Проявления любви Поэтому если вы хотите Поддержать наш проект Все остальное Вы знаете сами А нет Надо объяснить Я вот например Не знаю Что нужно сделать Там все будет написано В ссылочках Хорошо Я вот что хотел спросить А был ли в этом смысле Поступок Авраама Ну каким-то особым Исключительным Или он всего лишь действовал В той модели В той парадигме Которая была естественна Для его среды Для его времени Отец Дмитрий Мне кажется Это именно был Исключительный поступок Потому что Возьмем тот же самый Содом и Гоморру То есть Явно негостеприимный город И он противопоставляется В каком-то смысле Гостеприимству Авраама И все-таки То что делал Авраам Это Ну и традиция Говорит Странно приимничество Авраама Все-таки Да И наверное Этот эпизод Вот Он в рассказе библейском Фигурирует Тоже не случайно Потому что именно Когда он принимал гостей Тогда к нему пришел Бог То есть Это требовало от него Какого-то понуждения Это был навык в добродетели именно То есть Он был открыт И он готов был принимать Ну вот как-то больше и больше То есть Это кстати Интересный момент Как он веру свою Прокачивал Да Потому что мы говорим Авраам верующий Авраам и верующий Есть какие-то ключевые точки Да Когда вот он Там допустим Колеблется в вере И потом Когда он Там получает шишки какие-то И делает вывод И вот он раз И вроде бы как Уже не колеблется в вере А что между этим Да Какие маленькие действия Он совершал для того Чтобы возрасти Мы не видим И вот здесь как раз таки Одно из таких вот Чем он наполнял свои будни Вот Это очень важно Мне кажется То есть Он был вот именно Странно прием То есть Для него это был Будничный поступок Это был будничный поступок В том смысле Это не значит Что это было Для него не тяжело То есть Он понуждал Да Да Ну то есть Это тоже не было Я завтра встречаюсь Бога Вот он ко мне придет Надо приготовиться Да Нет Это состояние открытости В принципе Он бы принял А ведь там в подтексте И не видно Что Когда вся эта история Начинала раскрываться Что он понимал Кого встречает Да Он только путник Это тоже Абгустин И упомянутая Ну подожди Ну да Ну это довольно Рано стало восприниматься Что сам Господь Пришел даже и по тексту Нет В тексте не видно И Сара еще И вот смех Сары Тоже это подчеркнет Три мужа Подождите Не бился ему Господь Это рассказчик говорит А сам Аврам То есть Это не Аврасте Придумал Подождите Нет Аврам сказал Владыка Если я обрел благоволение Я понимаю Да Но уже автор Который писал этот текст Понимал это именно так Сказать что Аврам Думал что просто встречал Трех мужчин Ну не знаю Вы правда так думаете Ну конечно Что он думал Что он просто трех мужчин встречает И разговаривает И постепенно В ходе разговора В ходе разговора Он начинает понимать Кто переносит Ладно В ходе разговора Я соглашусь Кто это перед ним Но довольно быстро Он начинает обращаться К одному Мы какую тему здесь трогаем То что для него Это гостеприимство Не было корыстного Вот о чем речь Совершенно верно Что даже если это Были бы просто путники Это не изменило бы Его отношение Это абсолютно Речь именно об этом Все таки Ну что дальше идем Можно еще про смехов Сары немножко Заводить Тоже очень интересный Интересный момент Мне вот знаете Я тоже Сегодня пробегал На иконах есть еще такое Ну да Пробегал глазами И вот интересно Как святоотеческая традиция Об этом говорит И как мы можем Воспринимать этот текст Потому что святоицы Практически все Единогласно говорят о том Что это был Благочестивый смех радости То есть Господь говорит Через год Буду у тебя У тебя будет ребенок И Сара возрадовалась Это была духовная радость И такой духовный смех Ну из текста Это не следует В русском переводе Чувствуется упрек Как-то ну О чем вы вообще говорите Вы посмеяться На другое хотите Меня в этом смысле Другое интересует Как вообще работает Святоотеческая экзегеза На самом деле Я об этом хотел сказать Что святые отцы Читая текст Они не пытаются Реконструировать Историческую реальность Да Или те движения Которые были в душе людей Они делают из текста Образец Нравственной жизни Потому что для них Священное писание С которым они обращаются К своей пастве Это именно модель Вот как человек должен Идти по пути К спасению И поэтому В каком-то смысле Модель должна быть идеальной Модель должна быть идеальной Они видят в тексте икону И они презентуют Икону Своей аудитории И поэтому Конечно Когда мы работаем Со святоотеческой экзегезой И через призму Святоотеческой экзегезой Пытаемся взглянуть на текст Мы должны делать на это скидку Да Не всегда Это плохо Или как-то вот Дают нам какую-то неточную информацию Это просто параллельные Какие-то вот реальности Есть текст священного писания Есть святоотеческая интерпретация Этого текста И рецепция И конечности Этой интерпретации И конечность И мы не можем требовать От святоотеческой экзегезы То, что, например Нам может предложить Научная интерпретация Или там Естественно-научная Какая-то историческая интерпретация Вот мне кажется Это нужно понимать Потому что Ну, по крайней мере Вот у студентов Это постоянная ошибка Чтобы не было Наложения Этих пластов И попытки Их как-то вот Из них сделать Какой-то синтез Там, где он не делается В принципе Не может появиться Да, это первый момент А второй момент Вот сама ситуация С Сарой Что она все-таки Ну, как бы сомневается Да И говорит Как бы Я уже и так пробовала И так пробовала И вот с Агарию У нас какая-то попытка была Ну, что может помочь Ничего помочь не может Смех один да и только Вот То есть И, конечно же Эти настроения Сары Они на Авраме Имели какой-то Ну, он жил с ней И, видимо Она постоянно им Об этом говорила Она постоянно Ну, я не знаю уж Какого-то пирамиды Это было Это было тяжело И это тоже Дает нам понимание Того Каковы были будни патриарха И это дает большое утешение Нашим зрителям Что не всякая шпилька В вашей жизни Оказывается Плохая Не было бы этой шпильку Аврама Не стал бы он Таким отцом верующих Да Если я сразу замолчаю Каждый подумал По какой-то шпильку Каждый подумал О своем Да Я о своем не думал Я о вашем подумал Ну что Пошли дальше Дальше Слушайте Это невероятно Жуткая Какая-то история Не знаю Будем читать Мы же говорили Про историю в Египте Ну, она аналогична Понимаешь В чем дело Здесь вот Давай так просто Тогда Можно даже не читая В чем здесь Не аналогичная история Расскажи Она не аналогична Я только сейчас Понял Пока вы говорили Я думаю Сейчас будем читать Про Авимелеха И у меня это сложилось С тем Что Бог Авраму Говорит Жена через год родит То есть понимаешь В чем дело Это не просто Вот вы там Странствуете Да И ты так Бог тебе говорит Жена через год родит Тут ты И ты готов ее отдать И ты готов Вот Может быть так Господь захотел Всем и каждому говори Что ты моя сестра Он же ее учит прямо Помните И отдать ее фактически В наложницу Ну он рассказывает Там тут в этой главе Да Говорится Что когда они шли Через все эти народы Он ее все время учил Говоришь Ты моя сестра Ну она же была его сестра Была Нет Поэтому нельзя сказать Что он ее там заставлял врать Или что такое Но само по себе То есть это не просто Сиюминутная слабость В Египте Или сиюминутная слабость С вами лехом Это какая-то позиция Страх Что мне надо выжить Поэтому если что Мы с тобой Ты сестра А не допускаешь ли ты мысли О том Что Авраам Сам допускает мысль Что может быть Таким образом Он может реализоваться Таким образом Он как раз и забеременеет Ну да Я не допускаю Нет Не в своем потом Я подумал Что ты ее вот к этому ведешь Нет Я ни в коем случае К этому не веду Ты не хороший человек Да ладно Ничего Пойдем Такое думать Я об этом тоже подумал Но я промолчал Да А тебе Стефан В чем особенность Эта история Ну на мой взгляд Особенность в том Что в тот момент Когда в Египте Это произошло Авраам конечно мог подозревать Что Сара беременна Потому что он все время Жил с ней как с женой Но здесь конкретно У Дуба При встрече с Богом Авраам слышит Жена твоя через год родит И он продолжает Вот так к ней относиться Все время Ее представляя Окружающим Как свою сестру Из страха Что его убьют И здесь Вот интересно С одной стороны Что Бог говорит С Авимелехом То есть такое Очень древнее Какое-то представление Что Бог может говорить Напрямую С язычником Совершенно спокойно Да И там Говорить ему Не знаю Во сне Или как-то В каком-то полусне Таком Не смей ее трогать Да Не смей ее трогать Авраама Если он намеревался Уступить Такое ощущение Что на наше восприятие Сильно влияют Какие-то рыцарские Романы Или что-то такое Рыцарское отношение Такое Что надо Во что бы Сам рискуешь А женщина твоя Должна быть там Укрытие То есть Что-то недопустимое Ну то есть Когда мы говорим Мадам Не прав Что свалил Вину На Еву Тоже А почему Это не прав Мог бы и свалить Ты вот это имеешь Ну я имею ввиду Что нет ли у нас Нет ли у нас Вот это вот Отношение То есть мы же Переносим отношение Женщины Наше современное Такое Ну какое-то Вот такое В принципе Если она между Волом Ослом и домом То почему бы И не использовать ее Как прикрытие Вот именно Мы знаем Что по закону Так и было Между Волом Ослом и домом Нравится Не из каких-то Соображений И это очень хорошо Не из каких-то Соображений Это очень хорошо Но вы знаете По поводу Вот если ты говоришь Про вот эти Филологические Всякие штуки То здесь Очень красиво Получается Авраам Авимелеху Отдает Или позволяет Взять Лучше так сказать Досару А бог в это время Делает бесплодными Всех в доме Авимелеха То есть он как бы Делает так Что Авимелех И не может Ничего сделать Царе Потому что в его доме Все бесплодные Здесь в конце Говорится Помолился Авраам Богу И исцелил Бог Авимелеха И жену его И рабынь И они стали Рождать То есть Бог прикрывает Слабость Авраама Авраам Проявляет слабость Боится Отдает жену Авимелеху Бог говорит Ладно Ты слабость проявил Я тебя прикрою Они теперь все бесплодные Она не зачнет От Авимелеха Сейчас мы с этим Разберемся И потом Когда ты уже Вернешь ее обратно Они начнут рожать снова Это хорошая по-моему Идея Что Бог иногда Нас Красиво Так раз И прикрывает Он как бы Всегда делает Коррекцию На нашу Бестолковость Негреховность Непотребности И все прочее Понимая Мы можем Гораздо сильнее Накосячить Чем даже Сами от себя Способны ожидать Это как Помните Преподобный Семен Говорил Что после того Когда Адам Пал Бог Специально Сделал так Чтобы греху Подвергся И весь окружающий мир Потому что Если бы окружающий мир Остался в том Совершенном состоянии Он просто Адама Расстрелил Упрек Да Сплошной упрек А так он создает Для человека Комфортную среду Обитания Примерно Примерно То же самое И здесь происходит Прикрывает Да Вообще Видите Нехорошо С чужими Заженами Мутить Умрешь За женщину Которую ты взял Ибо она имеет мужа Это прям Для всех Да Это очень сильные слова Для всех Кто имеет Хорошую Не заканчивается Идем дальше Да И призрел Господь Насару Как сказал И сделал Господь Саре Как говорил Красиво Как Поэзия Сара Зачала И родила Аврааму Сына В старости Его во время О котором Говорил ему Бог И нарек Авраам Имя Сыну Своему Родившемуся У него Которого Родила ему Сарра Исаак И обрезал Авраам Исаака Сына Своего В восьмой День Как заповедал Ему Бог Авраам Исаак Исаак она родила Авраму, насмехается и сказал Авраму, выгони эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей с сыном моим Исааком. И показалось это Авраму весьма неприятным ради сына его. Но Бог сказал Авраму, не огорчайся ради отрока и рабыни твоей. Во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе семя. И от сына рабыни я произведу народ, потому что он семя твое. Аврам стал рано утром и взял хлеба и мех воды и дал Агаре, положил ей на плечи и отрока и отпустил ее. Она пошла и заблудилась в пустыне Вирсавии. И не стало воды в мехе, и она оставила отрока под одним кустом. И пошла, села вдали, в расстоянии на один выстрел из лука, ибо она сказала, не хочу видеть смерти отрока. И она села против и подняла вопль и плакала. И услышал Бог голос отрока. И ангел Божий с неба возвал к Агаре и сказал ей, что с тобою, Агаре, не бойся. Бог услышал голос отрока оттуда, где он находится. Встань, подними отрока и возьми его за руку, ибо я произведу от него великий народ. И Бог открыл глаза ее, и она увидела колодец с водою, и пошла, наполнила мех водою и напоила отрока. И Бог был с отроком, и он вырос, и стал жить в пустыне, и сделался стрелком из лука. Если как-то посмотреть на вот это второе изгнание, логика здесь в том, что выгнать беременную рабыню, действительно жестоко, безответственно, бесчеловечно. Но когда ребенок вырос, подрос, я думаю, здесь описывается, конечно, так очень кратко, эпический такой стиль, да, без каких-то там подробностей, куда идти. Но мне кажется, что Аврам, может быть, даже понимал, куда он ее отправляет. То есть он ее не отправлял на смерть. Да, там же даже сказано, что она заблудилась. То есть он, видимо, сказал, вот иди вот туда, вот там сможешь жить, может быть, даже какие-то там племя какой-нибудь знакомые или какие-нибудь люди знакомые. То есть было важно, чтобы Исаак рос один как единственный наследник, потому что вот это обетование, оно тоже, да, потом там, скажем, у Исаака двое сыновей наследует один, и второй как бы отодвигается. То есть здесь, чтобы этого соперничества не было, тем более сын рабыни старший, и он там смехается, глумится. Поэтому мне кажется, что здесь вот это благословение, потому что здесь уже Аврам, ему стала неприятна мысль Сары, да, то есть уже в первый раз он выгнал ее, она вернулась. Теперь уже, может быть, он что-то переосмыслил, и действительно кажется неправильно. А Бог говорит, нет, нет, все нормально, слушайся, теперь отпускай. Вот мне кажется, что здесь как бы как раз нет вот этого подлости никакой. Здесь уже есть вполне логика в этом поступке. Там момент тоже такой интересный есть, почему он выгоняет. Смотрите, и увидела Сара, что сын Агарии египтянки, которого она родила Авраму, насмехается. И помните, что Исаак смех, и сын насмехается, и там получается игра слов, что насмехается, он претендует на его место. То есть он смеется и ведет себя как Исаак. То есть говорится, что Измаил, он вел себя как Исаак, он подражал ему. И уже как бы агодические такие источники, иудейские различные истории, они говорят о том, что он издевался над Исааком, он стрелял в него из лука. И было покушение на убийство. И, в общем, явно претендовал на его место. Уже не просто как бы это детские игры были, это были какие-то серьезные конфликты в семье. И поэтому тут уж однозначно кому-то нужно было уйти. Вот еще хорошо, что закончилось так все по-божески. Ну, оно еще не закончилось. Итак, 22 глава, самый, наверное, один из самых драматических эпизодов во всем Писании. «И было после сих происшествий Бог искушал Авраама и сказал ему, Авраам, он сказал, вот я, Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь Исаака, и пойди в землю моря, и там принеси его во все сожжения на одной из гор, о которой я скажу тебе». Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отраков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека, и сказал Авраам отракам своим, «Останьтесь вы здесь сослом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам». И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего, взял в руки огонь и нож и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал, «Отец мой». Он отвечал, «Вот я, сын мой». Он сказал, «Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Авраам сказал, «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». И шли далее оба вместе. И пришли на место, о котором сказал ему Бог и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень возвал к нему с неба и сказал, «Авраам, Авраам!» Он сказал, «Вот я». Ангел сказал, «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына своего, единственного твоего для меня». И возвел Аврааму отчество и увидел. И вот позади Овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял Овна и принес его вовсе сожжение вместо сына своего. И нарек Авраам имя месту тому Иегова Ире, посему и ныне говорится, на горе Иеговы усмотрится. И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал, «Мною клянусь, говорит Господь, что так как ты сделал сусие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя и умножая, умножу семя твоё, как звёзды небесные, как песок на берегу моря, и овладеет семя твоё городами врагов твоих. И благословятся всеми твоём все народы земли за то, что ты послушался глазам моего. И возвратился Авраам к отрокам своим, и встали, и пошли вместе в Версавию. И жил Авраам в Версавии». Слушайте, ну вот даже при чтении этого текста берёт оторопь. Насколько спокойно, без всякого участия, без всякой эмпатии, просто такой вот фиксация определённых моментов этой всей истории, как будто всё это происходит не с живыми людьми, и тем более речь идёт не о сознательном убийстве своего собственного ребёнка. Испавел, ну вот мне кажется, что весь этот рассказ, если взять его просто вот всю ситуацию в целом, это прямо прямое продолжение идеи обрезания. То есть вот обрезывая крайнюю плоть, ты заявляешь, что ты в договоре с Богом, и всё твоё потомство – это под его благословением. Потом у тебя вырастает ребёнок, к которому ты привыкаешь, и ты ощущаешь, что это твой ребёнок, у тебя на него свои планы, свои мечты и так далее. То есть ты в него вкладываешься. Да, да, да. А идея обрезания в том, что этот ребёнок Божий, и тем более, что он ещё чудесным образом родился, что он дарован, что он вообще не по естеству, как бы логика естества уже умерла и отпала. И это очень тяжёлая таблетка для того, чтобы Авраам понял, чей ты ребёнок. То есть он при тебе, но он не твой. Да, он при тебе, но не твоя собственность. Да, совершенно верно. Так об этом мило рассуждаете, вы такие классные. Это тоже ничего. Да, я вот думаю просто... Мы говорим об этом эпизоде, что это некое такое совершенство веры Авраама, который там просто... Прокачивание его. Да, да, то есть сомневался, что-то ещё, а тут уже не сомневается, сказали ему, он такой идёт. И тут становится немножко страшно. Мне тоже страшно, на самом деле. Как будто бы вся история говорит о том, что вот она, вера совершенная, превращает тебя в такого зомби... Бесчужественная. ...в зомби такого... Подожди, нет, я абсолютно не соглашусь, потому что, во-первых... Я сам с собой не согласен, и я хочу услышать... Во-первых, эта история может быть рассказана именно для того, чтобы показать, что Богу не нужны человеческие жертвы. То есть вот как отец Дмитрий говорит, да, есть сюжет определённый, он так построен. В данном случае я согласен, что эта история рассказывается... Отец Стефан, ну смотрите. Сейчас, подожди одну секунду, я не договорил. Я хотел сказать, что когда Авраам шёл на эту гору, он уже знал, что он вернётся с Исааком, потому что он сказал, вы здесь побудьте, мы поклонимся и вернёмся. Во множественном числе. Да, во множественном числе. И когда первомучник, как якон Стефан перед Синедрионом рассказывает эту историю, он говорит или нет, или в послании к евреям. Апостолу Павел. Апостолу Павел, да. Он верил, что воскресил. Да, что Господь его воскресил. Силен воскресить из мертвых. То есть Авраам не сомневался, что его сын останется жив. Безусловно, безусловно. Я ещё про другое. Вот смотрите. Я простой инженер, заинтересовался Священным Писанием. Открываю, на 22 главу я дочитываю, и я вижу, так я вот читаю динамично, вижу, как вера Авраама возрастает, возрастает. И вот он приходит к такому совершенству веры, когда он уже не сомневается ничего. Я вот этих всех, Бертонов, тонкостей, и последних евреев, я ещё не читал, я ещё не знаю, что Павел, у него там гезгеза была такая, что, мол, вот он верил в воскресенье. Ну, это какая-то такая... Ну, хорошо, это даже здесь уже написано. Вернёмся вдвоём. Написано, не сомневаюсь. Не сомневаюсь. Но сама по себе вот эта история, она, ну, может быть, он пошутил, чтобы они не волновались, так как оказалось. Мы же не знаем. Я говорю, я сейчас прочитываю... Понятно, что мы с вами тонны комментариев знаем на это всё. Мы можем бесконечное количество проповедей говорить и оправдывать Бога, и рассказывать, почему это нужно было, и так далее. Я сейчас говорю про человека, который вот, ну, фактически с улицы зашёл, да, читает. И он что он видит? И вот, понимаешь, самое страшное, что он зачастую видит подтверждение в храмах, в наших монастырях, тех людей, которые как бы, якобы, достигли совершенства веры со стеклянными глазами, они начинают до тебя кидаться... Жестокими становятся. Жестокими, именно жестокими. Они... Вот тебя там... Заткните ребёнка, не можете заткнуть, выйдите с ним. Почему там без юбки? Иначе в жертву принесём. Да-да-да-да. И как будто бы подтверждение обоснованности такого подхода, да, оно... Мы вот здесь видим. Ну, раз Исаак, то есть Авраам не вот так вот... Не пощадил своего единственного сына. Почему я должен кого-то щадить? У меня вера такая. Вот мне Бог говорит... Потому что Бог пощадил. Вот в чём дело. Да. Авраам не пощадил, Я так к чему это говорю? Мне-то хочется вот... Да, чтобы, может, и больше высказался на эту тему, потому что, чтобы разорвать вот эту связь, понимаешь, что вера – это не про бесчувственность, а возведённую в принцип абсолютного что-то ещё. Потому что и так вот может считываться эта история. Может считываться. И, судя по всему, многими нашими братьями и сёстрами именно так и считывают. Ну, это вообще... Другими словами, то есть бесстрастность – это не бесчеловечность. Ну, конечно, да, совершенно верно. Мне кажется, что это надо как-то поговорить, потому что да, да, конечно же, это вера Авраама. Вера Авраама не в бесчеловечности заключается. А вот давайте мы уже с такой стороны зайдём. О чём питается наша жестокость? Хороший вопрос. Ведь, знаете, вот зачастую жестокость – это такая оборотная сторона гиперчувствительности. Почему, когда стали вскрываться документы тех, кто участвовал в жутких зверствах Второй мировой войны, исследователи очень были удивлены, как эти люди могли быть настолько, в общем-то, глубоко эмпатичными. Они с большим удовольствием слушали замечательные шедевры гениальнейших композиторов. Они разбирались в поэзии, в литературе, они писали стихи. В философии. В том числе, люди были глубоко, но из очень богатой эмоционально-чувственной жизни. Как они могли отправлять тысячу, миллионы людей на верную смерть? Причём делать это ещё с таким особым садизмом, то есть, для того, чтобы люди, которые едут в эти лагеря, чтобы ещё создали бутафори, будто бы их везут на какой-то пересыльный пункт или что-то ещё. Создавать некий спектакль целый. Даже газовые камеры под душевые оборудованы. Чтобы заходить, чтобы душ принять. И вот парадоксальным образом какая-то сверхчувствительность, она обязательно будет иметь в себе вот эту тень гипержестокости, сверхжестокости. И как раз таки поэтому текст, он абсолютно спокоен. Мы не видим здесь вот этого раскачивания эмоционального маятника, маятника, да? Экзальтации. Экзальтации, сверхэкзальтации, кто-то превращается... Он как будто просто, ну, обычное рядовое дело. Ну, да, идём, приносить жертву. Вот у Киркегора есть очень интересное объяснение всего этого. Он пишет, что так мог поступать только человек, абсолютно захваченный отношениями с Богом. То есть эти отношения, то есть то вот состояние веры, о чём постоянно писал, прыжок веры, это вот этот особый какой-то скачок веры, когда в твоей голове, в твоём внутреннем мире могут соприсутствовать два абсолютно несовместимых понятия, что я принесу его в жертву и что я вернусь вместе с ним живым обратно. То есть для человека нормально это невозможно, в принципе. Он просто сойдёт с ума, он будет метаться от одного до другого. А у него это вместе, почему? Потому что у него такой внутренний огонь отношений, он чувствует близость Бога, у него есть вот этот опыт, опыт, ну, наверное, какого-то прикосновения к чему-то далеко выходящему за пределы самого, что он позволяет жить в этой безграничной неопределённости. Он не понимает, что происходит, но он верит в то, что всё будет хорошо. Да, вот продолжение вашей мысли. Авраам на самом деле, как мне кажется, кое-что о Боге понял во время длительного достаточно общения, молитв, бесед. Можем вспомнить, как, например, он... Ну, во-первых, история с Авимелехом, когда он говорит, вот там справедливо, несправедливо и так далее. Потом история с Содомом и Гаморой, когда Авраам говорит, что создатель мира, ну, Господь не может быть таким, значит, ты не можешь быть неправосудным, то есть не может быть от тебя несправедливого поступка. И тем более подлого поступка. И, кстати, заметим, вот иногда у нас говорят, что для древнего мира, в котором этот текст читали, в связи с финикийскими культами было вполне естественно принесение первенцев в жертву. И обычно эти принесения в жертву были связаны с договорами, то есть человек чего-то от Бога хотел, даже была латинская фраза, я сейчас её забыл, означало, что делаю, значит, и мне потом за это вернётся. И это было, и очень чаще всего принесение в жертву детей было по обету. То есть ты какой-то обед даёшь, у тебя что-то получилось, там, не знаю, у тебя вот поле не всходит и не всходит, ты обед даёшь, значит, поле взошло, ты пошёл там, ну, Ифай, кстати, вот эта история с дочерью Ифая, то же самое, дал обед, потом, извини, дочка, не могу не сдержать, да? Здесь история какая? От Авраама, Авраам ничего от Бога не ждал в этом смысле, ничего не требовал, ни о чём не договаривался, никакого договора не было, ему сделай вот это, потому что Исаак там не такой, или сделай вот это, потому что ты не такой. Вообще нет ничего, нет никаких предварительных условий, и мне кажется, что Авраам в каком-то смысле идёт всё это делает, веря, что Бог не может быть несправедливым. Вот я ещё хотел... То есть какое-то глубиннейшее доверие. Я ещё больше обострил бы то, что ты сказал, ведь он откуда выходит? Он выходит из среды, в которой это норма. И в итоге, получается, он приходит к самому вожделенному моменту своей жизни, когда вот сын уже подрос, и уже всё начинает сбываться. И сказано, что о нём будет тебя благословляться. О нём, о нём именно, да. И в этот момент у всей этой ситуации Бог как бы ему говорит, говорит, а теперь я тебе покажу, что на самом деле ты дурак, потому что я такой же, как они. Потому что я своего сына мне должен принести. И мне кажется, здесь происходит скачок веры уже вообще из другой области. Сейчас я объясню тебе. Давайте, да. Смотри. Я тебе объясню. Все внешние обстоятельства, в которых в том числе Бог открывает себя, говорят ему об этом. О том, что Бог такой же. Он тоже хочет жертвоприношения человеческого. Первенцы. Но в этом... Вот мне кажется, в этом именно проявляется вся мощь веры Авраам. А Авраам говорит, да, хорошо, я сделаю. Но я знаю, что это... Что ты не такой. Что ты хороший. Да, что ты не такой. То есть он... Вот Бог его убеждает. Он как бы, смотри, смотри, я такой же, я такой же. Я ничем не отличаюсь от них. Говорит, нет, я знаю, что ты лучше. Да. И вот это, мне кажется, очень сильно. Но эта жертва отличалась от жертв соседних народов. Не было никаких условий. Соседние народы тоже так просто детей своих не поили на камень. Это не просто вот там. То есть это всегда был некоторый... Некоторая польза какая-то. Люди ждали от Бога. Да, ты мне и тебе. А здесь, здесь вот вообще ничего. То есть это еще страшнее, мне кажется. Потому что соседние боги требуют за что-то, ради чего-то, ради какой-то какой-то цели. Хоть что-то понятно, да. Хоть что-то понятно, что-то бартер какой-то. То есть тут проявляется условная, как бы, как бы назовем, жестокость Бога в предельной степени. Просто бессмысленная, бессмысленная, и он на это идет. И Авраам идет и понимает. Это самое страшное, когда нет смысла никакого, да. И Авраам идет и понимает, он не такой, так не будет. Он не такой, все равно. Все меня уверяет в том, что Бог плохой, ты меня уверяешь в том, что ты плохой. А я верю, что ты хороший. И вот это, мне кажется, ух, прям... Захватывает дух твой. Вот это сильно, потому что, ну, если так человек может верить, да, ведь это же фактически повторяется уже в Новом Завете, да, если ты не пожалел своего сына, то и... Вот здесь прямая аллюзия. Проношение права. у меня почему-то такая мысль возникла, что вот в этом переломе от жертвы к прекращению, к тому, чтобы ее не приносить, почему-то так, не знаю, может, это и не параллельник, какая милости хочу, а не жертвы. Как будто бы, ведь не зарезать своего сына здесь сейчас сжимилась тоже к нему в конце концов. То есть с милостью велся над ним, и Бог не хочет такой жертвы, Он хочет милости от тебя. То есть это потом, да, приведет к тому, что вообще идея жертвы начнет подвергаться сомнению. Даже животных, даже жертву животных начнет уходить, и в итоге жертва внутренняя, да, жертва сердечная. То есть можно сказать, что благодаря, в том числе и подвигу Авраама, человечество вступило на путь очеловечивания всего, да. И вот здесь, вот в этой истории, конечно, есть своя теодицея, вот идея, вот почему, да, то есть, когда все вокруг плохо, когда кажется, что побеждает зло, когда кажется, что Бог тоже тебя не видит, не слышит, он тоже жестокий, он тоже чего-то такого требует, Авраам все равно действует так, как если бы, Бог благой, и мы призваны в мире жестокости, победы зла и так далее, жить так, как будто бы, ну и на самом деле это так, Бог все равно благ и все равно добр, вопреки очевидности, как бы, да. Ну, у Достоевского там известный письмен к Фон Визину об этом же, да, что если бы истина оказалась вне Христа, я лучше останусь со Христом, чем с этой истиной. Это именно, мне кажется, абсолютно то же самое. В этом смысле, конечно, вот европейская такая мораль гуманистическая, она какая-то вроде такая правильная, ну формальная, так Кант говорил, что Авраам должен был сказать, слушай, нет, мой сын ничего не сделал, он хороший парень, если я тебя такое слышу, значит, ты не тот бог, которого я поверил, я тебя слушать все равно не буду. Найду себе другого. Да, и вот, кстати, к вопросу о том, что такое, есть санкция, внутреннее разрешение, да, значит, есть сознание, когда человек сам себе позволяет, автономное нравственное сознание, он говорит, я решаю, и в таком случае он и ответственность несет как можно больше, а есть там гетерономное или теономное сознание, когда человек, значит, бог за меня решает, и чем выше вот это решающее инстанция, тем меньше человеческая ответственность. То есть, если я решаю сам, дальше только с меня спрос. Если мне бог сказал что-то сделать, я могу полностью снять всю ответственность. И вот я думаю, вот снимался здесь Адам, в рамках себе ответственность, когда он все делал. Взвалил ли он ответственность на бога? Мне кажется, это невозможно ответить. Ответ только в вере. Мне кажется, он не свалил себя ответственность. Отец Димитрий. Как ты думаешь? Кто здесь? Про жертвоприношение? Про жертвоприношение. Авраам снимал с себя ответственность за этот поступок, возлагая полностью на Бога? Мне вообще кажется, что... Ну, вот, отец Павел, мне понравилась твоя идея, да? Вот я понял как бы её, что действительно Бог как бы испытывает. Тут же мы... Оно так и написано. Да, искушал Авраама. Мы как-то должны... Мне кажется, я бы рассматривал эту историю как некий эпизод, который начинается из выхода Авраама, то есть это некий такой финал, это кульминация вообще всей истории, и поэтому есть динамика образа Авраама, и здесь эта динамика отражена, да? То есть было много испытаний, но вот это самое главное испытание, поэтому говорится, что... Мы не сказали почему-то про искушение, что это именно искушение. То есть Бог хочет его более искусным сделать. Он ближе его к себе хочет сделать. У него не такая степень ещё доверия Богу. И вот это вот здоровские вот здесь слова. Смотрите, я вот недавно буквально нашёл как бы, да, у одного комментатора, как начинается. И было после сих происшествий. Значит, там вот это слово происшествие, то, что на русский язык переведено как происшествие, в еврейском языке и в греческом языке стоит слово-слова. Рэмота в греческом языке и деварим в еврейском языке. То есть можно перевести и было после этих слов. То есть предполагается, что накануне были какие-то слова, была какая-то беседа с Богом. И толкователь задаёт вопрос, а кто беседовал и с кем беседовал? И тут, как вы думаете, на какую книгу ссылаются? Иова. На книгу Иова. Помните, пришёл сатана к Богу и говорит, вот даром ли праведен Иов? И проводится классная параллельность. А ну-ка давай-ка испытаем. А ну-ка давай-ка испытаем Авраама, так ли он праведен. Авраам, почему как бы Авраам очень уверен в том, что всё как бы, он уже финальная, финишная прямая. Вот он Исаак. Вот уже те обетования, которые Господь ему дал, исполнились. Потому что есть наследник, а Господь берёт и бьёт его в самое больное место. Всё, что ты представлял обо мне, о том, как я вообще должен действовать в этом мире, да, всё это, ну, ничего не стоит. Это всё иллюзия твоя. Вот, потому что ты сделал ставку не на того. То есть между Богом и Авраамом был ещё кто-то, был Исаак. И вот это что-то нужно было убрать, потому что не было тогда, не было абсолютного доверия. Поэтому я бы не говорил о том, что вера Авраама, она уже здесь крепка, как камень, да. Нет, нет. В истории она развивается. И вот смотрите, дальнейшие вот эти слова, тоже интересные. Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака. Здесь всё время уточнение. Целых три фразы. Сына твоего, единственного. И мысли о кого. Измаила, может быть, да. Кстати, есть версия интересная, что два отрока, которые шли с Авраамом, один из них был Измаил, а другой Елизер. Ну, к тому, что было какое-то сношение как бы с Измаилом, да, контакты поддерживались, тем более, что он потом на похороны приехал к Аврааму. И Бог как бы говорит, возьми сына твоего, кого напряжение, единственного твоего, кого ещё больше напряжения, того, которого ты любишь. Любимого, опять кого, да. Исаака, да. Самую главную драгоценность. Да, и дальше говорит, пойди в землю Мария, там принеси его во все зажжения на одной из гор, которые я укажу тебе. Где конкретно, какая гора? То есть, неопределённость. Бог держит его в напряжении. Увеличивает пространство неопределённости. Да, Авраам не понимает, что происходит. И смотрите, сколько он идёт туда. Три дня. Он идёт три дня. Это же замечательно. Что на протяжении этих трёх дней творилось в его голове? Вообще непонятно. Но очевидно, что здесь вот это параллель, как бы, да. И когда с Иловом, который сидел на гноюще, к нему друзья приходят, и параллель с трёхдневным пребыванием Христа во гробе, когда, ну, конец, всё, смерть, ученики не понимают, что происходит и чем всё это закончится. Вот я бы вот на этом акцентировал внимание. А я бы ещё акцентировал внимание на важность и протяжённость. Протяжённость, да. Да, вот эта вот протяжённость, она должна быть во всём. И смотрите, как интересно, что дальше-то происходит. Вот тоже маленький-маленький момент. Два момента. А когда Господь призывает его и говорит, возьми сына твоего единственного, которого ты любишь, и пойди в землю моря. Но опять же, еврейский язык, вот это слово «пойди в землю моря», опять же параллель «пойди в ту землю, в которую я укажу тебе». Из ура Халдейского, когда Господь его выводит. Неопределённость. Брось всё и начни всё сначала. И здесь получается, ты надеялся на сына, а теперь брось всё и опять пойди за мной точно так же, как за мной пошёл 25 лет назад. Обнулись. Обнулись. Всё не так, как ты себе представляешь. Вообще не так. Совсем по-другому. И что по исходу этих трёх дней происходит? Тоже интересное выражение такое. «И наколол дров для всесожжения, и, встав, пошёл на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвёл очи свои и увидел место издалека». Ну, тоже вот интересное выражение. «Возвёл очи свои». Три дня шёл, потупив очи, погрузившись в себя, и как только возвёл очи, увидел, принял решение какое-то внутреннее и увидел город. Созрел. То есть, я всё-таки думаю, что была какая-то динамика, были метания, и была какая-то борьба, и ценность того, что сделал Авраам, он преодолел себя. И видишь, что я делал. Было какое-то преодоление. Я задал тебе вопрос до того, что ты говоришь, и сидел сам, пытался на него ответить, и вот учитывая, что Авраам не импульсивно действовал как-то мгновенно, а вот шёл, думал и всё-таки совершал, собрался совершить, он понимал, что это делает он, что он свободен, что не просто управляем, это не в порыве. Он даже дров наколол задание, чтобы не отвертеться потом. То есть, понимаешь, он не говорит, мне Бог сказал, я сделал, он понимает, что это его поступок, он расслабляет, свою ответственность берёт на себя за то, что происходит, и потом будет ясно. Мне ещё хочется сказать, что в этой ситуации, в этих трёх днях звучит слово «Бог даёт Аврааму продышаться». Он может как-то это прожить, вот это всё прожить, всю эту ситуацию прожить, и подниматься уже на гору с вызревшим решением, с каким-то уже созрелым, не на эмоциях, не на слепом послушании, это уже было его решение. Поэтому три дня пройти уже, чтобы остыл, чтобы эти эмоции, стресс прошёл. Ну, вот провалить надо, продышаться, продышаться. Как это в нашей жизни работает? Во-первых, это, конечно, вселяет надежду, что если на самом деле мы оказываемся в какой-то ситуации, которая требует от нас значимого выбора, но всё-таки Бог даёт на возможность продышаться. Потому что он не будет брать на слабо, да, вот это вот. Прям прижали их стенкам. Слабо тебе? Да слабо, слабо. Давай, быстро решай, решай. Давай, быстро, быстро, быстро. Всё, ещё слабак, да, всё, да. Прыгай. Нет, это вот бесовские такие вещи. Вот в этом, мне кажется, тоже какое-то подтверждение. Ну, я люблю это слово деликатности божественной. Он даёт эту протяжённость, он даёт этот простор какой-то, внутренний простор, сообразный конкретному человеку. Вот ему надо было три дня идти, а может, другому надо год идти, понимаешь? И если проводить параллель с книгой Ио, то на протяжении трёх дней Господь задаёт ему вопросы. Как Ио, вы помните, он задавал вопросы, да, там, кто сотворил Землю, да, ты вообще океан мерил там, да, а ты звёзды на небе утвердил. И Авраам идёт, и он слышит эти вопросы, то есть он не понимает, что происходит, у него всё рухнуло, все представления о Боге, о Завете, все представления рухнули. Как же теперь от меня народ-то произойдёт великий? Вот всё было сосредоточено в Исааке. Понимаешь, в чём Мушас не просто рухнуло, а он это должен разрушить. Это не просто он хоронит сына и идёт, который невземлезапно умер. Ему говорят, ты разрушь то, что ты построил. По своим ногам сам иллюзия, сам всё это расколоти теперь, понимаешь? Не Бог там взял и забрал этого ребёнка экстренно. И при том действительно, вот отец Павел сказал, да, что всё указывало на то, что Бог действительно мог потребовать кровавую жертву, потому что везде, сплошь и рядом детей приносили в жертву, и это было в каком-то смысле... В норме. Ну, в норме, да. Для Авраама не было ничего ужасного. Дома освещали, закладывали труп ребёнка. Боги требуют жертвы, и мой Бог, ну да, он немножко другой, но тоже логично, что он может потребовать. Ничего нового. В том-то и дело, что Авраам был уверен, что Бог не такой. Да, да. Вот в этом и есть силы веры. В этом и есть силы веры. Но, видимо, эта уверенность проросла вот на протяжении вот этих трех дней, она прорастала, 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 и он принимает окончательное решение и встречается с Богом лицом к лицу, то есть он же по-другому его знает. То есть я готов обнулить свои представления о Боге, о моём Сыне, о значимом, стать предельно открытым и опустошённым для тебя. Да. А всё остальное – это твоё дело уже. То есть в этом смысле можно сказать, что внутри себя он его уже принёс. Да, конечно, он принёс его уже. Он от него, условно говоря, освободился. Да, апостол так и говорит, что Авраам принёс его в жертву. И здесь рождается ответ на вопрос, как объяснить жестоким людям, что нельзя прикрываться Богом. Когда они говорят, вот мы жестокие, потому что Бог так благословил, можно сказать, наш Бог не такой. Совсем не такой. Совсем не такой. Вот жестокости он не благословлял, потому что жестокость Богу не нужна. Да, но это нужно проверить на собственном опыте, так сказать, повторить этот путь. 23 глава жизни Сарины было 127 лет. Лето жизни Сарины. И умерла Сарра в Кириаф-Арбе, что ныне Хеврон, в земле Хананской. И пришёл Авраам рыдать по Саре и оплакивать её. И отошёл Авраам от умершей своей и говорился нам Хетовым, сказал. «Я у вас пришлец и поселенец, дайте мне в собственность место для гроба между вами, чтобы мне умершую мою схоронить от глаз моих». Сыны Хета отвечали Аврааму и сказали ему. «Послушай нас, Господин наш, ты князь Божий посреди нас, и лучшим из нас погребальных мест похорони, в лучшем из наших погребальных мест похорони умершую твою. Никто из нас не откажет тебе в погребальном месте для погребения умершей твоей». Умершей. Правильно, как умершая или умершая. Ну, суть в том, что... Нет, мы эпизод-то и прочитали. Дальше даже, может быть, и нет смысла. Нет смысла. Ну, самое главное, это отец Павел, что Авраам живет в одном месте, а Сара умирает в другом месте. То есть, они после жертвоприношения Исаака... Отчуждение произошло, да. Как будто бы, вот здесь прямо это не написано, но как будто бы они живут в разных местах. То есть, ты предполагаешь, что Сара не простила, да, Авраама? Я просто не знаю, вот есть текст, да. Ну, да, там по тексту интересно, что Авраам возвращается в Версавию, и, видимо, и до жертвоприношения они живут в Версавии, но вместе с Сарой. А там как, если Палестину брать? В Версавии она внизу, Хеврон и выше Иерусалим. Да, Иерусалим, собственно, гора моря – это Иерусалим. Вот. И после жертвоприношения Авраам возвращается в Версавию, а Сара уже живет в Хевроне, да, то есть, она умирает уже в Хевроне. Предположения разные. Некоторые говорят, что две ставки было у Авраама, да, и он кочевал между Хевроном и Версавией. Вот. Но есть версия, что это намек на то, что... разошлись. Они, потому что Сара не могла принять. И Ефрем Сирин, например... У Сары столько веры не было, да? Не то, что не было веры, но она женщина, и по-женски она говорит, мы столько ждали этого ребенка. Ты вообще его рожал? И что ты чуть не сделал? А он говорит, это Господь как бы, да. Да что Господь? Вечно у тебя кто-нибудь довиноват, да? То есть, это тоже самая аналогичная ситуация с Иовом и с его супругой. Похули Бога и умри. То есть, ну, можно здесь параллель приводить. А что же Ефрем Сирин ты стал говорить? А, Ефрем Сирин, он интересно очень толкует это место. И вот два версии. Первая версия. Авраам не стал говорить Саре, когда повел Исаака на жертву, потому что Сара сама бы захотела принять участие в жертвоприношении, поскольку она его родила, как бы, да, рожала. И в другом трактате, по-моему, об Аврааме и Саре, так называется, трактат, он говорит противоположную вещь, что Сара бы восстала, как бы начала вопить и говорить, как ты можешь сына нашего единородного приносить жертву. Вот. Ну, то есть, она могла и положительно отреагировать, и есть же упоминания святотические, что она резко могла бы воспротивиться. И, в принципе, вот это предание о том, что Сара, она стала жить отдельно от Авраама, да, оно как-то соответствует тоже вот логике святотических толкований. Вот. Но точно мы не знаем, как бы, да. Спасибо. По крайней мере, они могли жить в разных местах. И именно после этого происшествия они жили в разных местах. Ну, вот эта забота, то есть, если уж Сара не приняла, и даже если представить, что она стала жить отдельно, вот ощущение от того, как Авраам торгуется о месте, как он приходит ее оплакивать, что он-то со своей стороны продолжает ее любить, она его поступка, может быть, не приняла, а он... Но он и это способен был ей простить. Да, да. Ну, то есть, не принять поступок, это не значит разлюбить, и все. То есть, она остается его женой, но просто она говорит, мне так больно, что я тебя видеть пока не могу. Ну, примерно. Ну, это очень понятно. Об этом идет речь, конечно. Поэтому и здесь вот, ну, мне правда нравится в этом смысле книга Иова, потому что там тоже показано, что жена любит Иова, но она не понимает, что у него внутри происходит. То есть, это путь одиночки всегда. То, как человек идет, это какой-то экзистенциальный кризис, в который Авраам погружается. Ну, никто этого понять не может, это перед Богом мы все один на один. Это состояние предельной опустошенности, когда уже ни за что нельзя цепляться, ни на что нельзя опереться, только на самую пустоту. Пустоту этой вот... На Бога. Ну, пустоту, пустоту той самой тьмы. Ну, делаем мы шаг сначала в пустоту, потом мы только Бога обретаем, но сначала это свободный полет. И это и есть шаг веры как раз, это и есть хождение по воду. И, кстати, вот этот вот момент, мысль, что Сара стала жить отдельно, что она не могла принять, подчеркивает как раз-таки грандиозность веры, подвига Авраама, потому что Авраам шел один, вообще в пустоте шел. Вот если мы скажем, что нет, его все поняли, и Елизер его понял, и Измаил понял, и Сара поняла, и все его поддерживали. Ну, в чем тогда подвиг? Тогда он и был возможен, но он умаляется. А когда он это делает в принципе один, при всеобщем непонимании, это, конечно, подчеркивает героизм какой-то. Ну, мне кажется, он с Богом идет. Ну, то есть, как минимум, он идет вообще с сыном и еще двумя отроками. Отец Стефан. Нет, знаешь как, красивая тема. Нет, но это смысл в том, что... Но Авраам идет с Богом сразу. Ну, мы только что говорили, допустили мысль о том, что, возможно, на протяжении вот этих трех дней... Он был совсем один. Он чувствовал, да, опустошенность, богооставленность, как Христос испытал на кресте, и как Иов его испытал. В чем тогда подвиг-то? Я скажу тебе, мне кажется, что здесь дело не в том, что... Ну, то есть как, богооставленность в том смысле, что какого-то своего идола, которого он попробовал приручить, ему пришлось разбить. Он идет, и вот... То есть такого Бога, который все обеспечил ему, все устроил, отошел в сторону, у него здесь теперь есть наследник, которого можно по-своему дальше использовать и выращивать, как своего ребенка. Да, вот эту красивую картинку Аврааму пришлось разбить. Но мне кажется, что мы же только что говорили о предельной вере, что он все равно верит, что Бог не такой. И вот с этим ощущением, что есть на самом деле вот Бог, который не такой, он на это и опирался. Это и была его надежда, что Авраам не был лишен надежды совсем. Нет, ну, конечно, да. Он все-таки шел тут... Дорогие мои, хочется Владыку Дорогого услышать. Вернись к нам, пожалуйста. Я согласен со всеми. Очень вы хорошо рассказываете. Единственное, что, знаете... Вот это мне больше всего нравится. Единственное, что, знаете, я бы хотел поделиться вот каким своим таким, может быть, наблюдением. Очень похожа вот эта вот история жертвоприношения МИСАКа по своей бесстрастности, по своей техничности, по вот этим строгим действиям, да, на мученические акты. Когда вот христиан вели, там, на съедение зверям, да, ну, пойдем там, да. Константация фактов, да. Просто вот такая константация фактов. И ведь вот что интересно. Когда мы это читаем, ну, пытаемся представить, как их там зверям кидали, рожевали какими-нибудь железными прутьями, ну, или там в Севастинском озере замерзали люди, мы воспринимаем это как ужас-ужас. Но по тому, как они сами реагировали на это, вот изнутри видно же, что, ну, когда какая-то жуткая боль, ты там инстинктивно отдергиваешь руку или ногу, или кричишь, ты не можешь этим ничего сделать. Это совершенно вот как бы, ну, это реакция тела. Они тебе не подчиняются. Но мученики ничего подобного, нет, они даже иногда не кричали, они как-то спокойно так все. И это говорит о том, что благодать Божия их поддерживала, и они изнутри как-то по-другому переживали. И Стефан, первомученик архидиагон Стефан, он такой объятый восторгом, да, вижу, вот вижу, все, он уже там, и он не здесь. Эти камни в него летящие, это для него это ничего, никакого значения не имеет. Хотя и со стороны смотреть, со стороны там Саула, который сторожит одежду, да, это все прям убийство такое жуткое. Я к чему говорю, к тому, что совершенно очевидно, что вот, да, мученики, они переживали сам по-другому, потому что благодать Божия поддерживала, направляла. И здесь, вот, мне думается, что-то подобное. Что-то подобное, и, конечно, мы, ну, делаем попытки анализировать, как он там чувствовал, вот это вот что, вот это вот все, да, для чего нужно было. Но кажется, что ответ полный и истинный, он у Авраама, и причем не тот ответ, который можно вакабулировать, пересказать, точно так, как у Иова. Вот, отец Дмитрий проводит параллели совершенно справедливые, как мне думается, ведь Иова после этого спроси, ну, что было. Напиши диссертацию. Что это было, объясни. Как оно, да? А он скажет, нет, нет, ребят, так не работает. Так не работает. Да это объяснить невозможно, это можно пережить. Но чтобы это пережить, конечно, это надо, надо, не один шаг сделать, невозможно один шаг сделать, типа, в бездну, там, ты познал где-то Бога, и дальше все тебе хорошо. И просчитать, что будет дальше. Да, ты эти шаги постоянно делаешь. И самое то, что сложное, что ты вроде бы уже их понаделал, этих шагов, вроде бы должна быть стабильность, а тебе говорят, нет, брат. Теперь все будет обнуляемся. Да, все так и начинается. Да, все так и начинается. Виток, да, это как много игроков. И вот это как раз, Витя, мы об этом как говорили, когда ты почувствовал стабильность в своей духовной жизни, это означает, что у тебя духовная жизнь закончилась, собственно говоря. Нет никакой духовной жизни у тебя, если ты вдруг стабилизировался. Слушай, означает ли это, что религиозная жизнь должна быть все время в какой-то такой истерике, раздерганной? Ну, ничего времени не получится, если мы посмотрим, у Авраама же эти эпизоды раз в 10 лет. Хорошо. Объясни мне, смотри, представим себе, например, что я вдруг почувствовал стабильность. Я такой думаю, нет, раз я почувствовал стабильность, Бог мне сейчас даст встряску. Ну-ка я сейчас заранее что-нибудь такое предприму, чтобы не он мне дал встряску, а я сам обновился. Это опять будет твое, это опять будет движение стабильности. Я знаю, что я о чем думаю, я вот думаю о том, что в 9-м, по-моему, псалме Давид говорит о том, что Бог придет на помощь ищущим Его, понимаешь, то есть не нашедшим Его, а ищущим, вот это состояние ученика, ищущего, жаждущего, да, вот когда у тебя есть ответы на все вопросы, ты понимаешь в каждую секунду, что тебя хочет Бог, ты такой прям пионер, по пунктам, да. Это означает, что ты на самом деле ничего не понимаешь. И это единственное нормальное состояние. Что ты ничего не понимаешь? Что ты ничего не понимаешь? Да, это как две крайности. Пионер, кто-то ничего не понимает, это крайности. Я хочу сказать, что у тебя должен быть всегда вопрос, тебе должен быть интересно. Бог, Он ведь, ну, не познамаем, собственно говоря, и если ты вдруг решил, что ты познал, то это иллюзия. Покажи мне путь, по которому... И превратил в учебник, догматики или еще какого-то другого правильного семинарского учебника. Мне кажется, это можно сравнить с состоянием художника, да, Владыка? Вот Достоевский писал свои романы, у него же жизнь вся была, ну, терзание, и мне кажется, жизнь духовно одаренного человека, ну, они, наверное, другие терзания какие-то, но это постоянное движение вперед, он постоянно пытается выйти на какой-то новый уровень, он создает произведения, у него получает вдохновение, какой-то покой, плавры, и потом опять, типа, яма, как бы, да, ну... А помните, у Толкина есть рассказ «Лист мистера Нигля», да? Да. Это же замечательно, когда он все время пытается достигнуть какое-то совершенство, и все не может, не может, не может, но именно через это он достигает того совершенства, которое здесь достигнет. Ну, это прямо религиозный путь, самый правильный, да. А ты, дорогие владыка, в завершение мне хочется задать каждому из вас один и тот же вопрос. Традиционный блиц от Сапавла. Да, традиционный блиц. Может быть, два разных вопроса, потому что... Ты слишком многого от меня хочешь. Вот что лично больше всего откликнулось из сегодняшней нашей беседы, из всего того, что мы потрогали, поговорили, вот лично просто не то, что там... Я не прошу еще раз все это повторить. Кратко, о чем мы? Про Врам у нас вообще разговор сегодня. Владыка, ну, конечно, начнем с тебя. Слушайте, как ни странно, но... Нет, кликнулось, ничего. Мне очень понравились мысли, которые вы, помню, с синхронно с отцом Дмитрием высказали про то, что Бог, он никогда не требует от тебя вот это вот... Как вот рекламные агенты там какие-то. Сегодня скидка 60%, оплати сегодня, и завтра будет поздно. Он тебе дает возможность отдышаться, на самом-то деле. Это правда. Это правда, что вот такое даже временное насилие, если угодно, такой тайминг жесткий, это не про Бога. Вот, там всегда есть какой-то такой... И это же подтверждается в опыте святых, вот нашего преподобного Даниила Переславского, когда у него там были вопросы кое-какие, не понимал, как поступать. Ему был ответ такой, что ты три года молись, и потом уже будет понятно, через три года там сложится. Не надо сегодня решать. Не надо там вот принять решение... А иногда очень хочется вот прям сейчас решить, решить. Вот три года молись, и тебе откроется. Да, вот это вот такая божеская, божеский подход такой, если угодно, по подходу Бога. Спасибо, спасибо, Володик, отец Стефан. Да, мне очень понравилась идея, что, чтобы не происходило вокруг, можно, пусть даже в глубине души, может быть, не прямо очень явно, потому что иногда очень... Ну, то есть явно иногда очень сложно, но можно надеяться, что Бог добр, благ, и Он не такой, Ему тоже не нравится ужас, который происходит там вокруг, в твоей личной жизни, в жизни, не знаю, твоих детей или вообще людей, которые вокруг, что всё равно где-то в глубине за всем, вот, что мы видим, да, скрывается тот, кому в конце концов, даже занесший уже, не знаю, там, нож на ребенком, можно доверять, что на самом деле всё будет хорошо. Что Бог гораздо лучше, чем мы можем думать. Лучше, чем мы можем о нём думать. Спасибо. Отец Дмитрий. Слушайте, ну, учитывая то, что я преподаю Верхий Завет, и история Авраама моя любимая история, одна из любимых, и я всё это уже по 10 тысяч раз слышал, мне сегодня вы понравились. Вы сегодня были хорошими мальчиками, никто никого не перебивал, понимаете ли, нам хотя бы по четверочке послали. Не откликнулись мы, а не знали. Вы откликнулись. Мне понравилась сегодняшняя атмосфера. Вот смотрите, 21-25, два с половиной часа мы с вами говорили, и дух мой не возмутился. Вы сегодня были котиками, котиками. Молодцы. Мы растём, друзья, мы развиваемся, мы умеем слушать друг друга. Ну, ты, подожди, это же самое страшное. Сейчас тебе Тиспел расскажет. Всё? Решил, что мы растём. Это мне отозвалось. За кадром. Ладно, ну, я скажу, наверное, что мне откликнулось больше всего. Вот та идея, которую мы с тобой вместе озвучили, как полное обнуление. Вот у меня почему-то совместилось, соединилось этот самый первичный ужас и страх при первом богоявлении, который у него был. И что, возможно, как раз-таки это было то же самое состояние, да, какая будет плата за этот союз. За этот союз. Тардема, да, вот и есть пророческий сон, предчувствие того, что придётся отказаться от чего-то. Новый этап договора. Да, как бы такой скачок в осмыслении того, что это не просто серьёзно, а, наверное, ничего серьёзнее, глубже и страшнее, в общем-то, нет в жизни. И только через это можно пройти. То есть это какой-то, знаешь, это как протиснуться змее сквозь очень узкую расселенную, чтобы скинуть с себя шкуру, которая уже начинает тебя травмировать. Вот это быстро откликнулось, да. Спасибо, друзья мои. Спасибо и вам, дорогие наши зрители. Подписывайтесь на канал журнала ФОМА, в Ютубе и на Телеграме. Оставляйте ваши комментарии. Ну, и мы надеемся, будем дальше потихонечку продолжать. Да? Да, спасибо. Спасибо. А дружно помурчать всем микрофон. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok